Сон. Мне нравится ночь. В ней можно увидеть то, чего не заметить ДНМ. Ночью, во тьме, просыпается человеческий порог, ненависть, боль, жестокость, похоть и любовь. Но больше всего мне нравится взирать на огни. Поэтому сейчас я сидел на скалах Хакаги. Совсем один. В этом одиночестве было что-то приятное. Тишина вот, что было всех милей. Наверное все мои знакомые сейчас спят. Я сделал глоток газировки. Холодный напиток имел приятный вкус. Не слишком сладкий, газы не бьют в нос. Через несколько дней я поступлю в Академию Ниндзя. Там я смогу стать сильнее. А если стану первоклассным в Шинобе, то смогу получать неплохой профит. И тогда я наконец куплю себе отдельный пентхаус в небоскорбе. Да. Вот так и пройти моя жизнь. Учеба, работа и смерть. Если честно, не такой жизни я хочу. Наконец я понимаю, зачем я хочу жить. Я живу ради веселья. Нет смысла вечно оставаться угрюмым и бесчувственным. Если уж жить, то только на широкую ногу. С этими мыслями я пошел домой. На неизвестной планете, во дворце проснулась девушка и ее волосы были серебристого цвета, доходившие до талии, а голову украшала пара элегантных черных рогов. Такой цвет рогов был не свойственнее на вклане от Суцуки. Но длиннее это был не минус, а наоборот плюс. Глаза же были цветы самого чистого на свете изумруда. Все мечтали о такой красавице. Все понимали, что одной только и красоты хватит, чтобы подчинить любого мужчину. Так она еще и являлась дочерью самого могущественного существа во вселенной Корлео Цуцуки. За ней ухаживали множество кавалеров, но никто не мог согреть ледяное сердце прекрасной девушки. Сразу после того, как принцесса проснулась, она пошла принимать ванну. После водных процедур в комнату вошла молодая служанка. «Доброе утро, госпожа!» – проговорила она. Затем слуга подошла к принцессе и начала помогать переодеваться. «Лилия, мне сегодня приснился сон!» – проговорила девушка, садясь на стул. «Это довольно необычно. Нечасто нашему виду снятся сны!» – проговорила Лилия, расчисывая волосы своей госпоже. «Лилия, а тебе когда-нибудь снились сны?» – поинтересовалась молодая принцесса. «Да, госпожа. Но это было всего один раз в жизни!» – ответила Лилия. «Ясно. Просто я тут подумала, что может означать мой сон!» – проговорила девушка, одевая подвеску с белым алмазом. «Позволите вам дать совет?» – спросила служанка. «Изволь!» – ответила принцесса. «Вам стоит поделиться содержанием сна с вашим братом и матерью. Я думаю, они смогут дать вам совет!» – проговорила Лилия. «Спасибо!» – ответила девушка, одевая туфли. Идя по коридорам, девушка заметила одно знакомое лицо. «Доброе утро, ваше высочество!» – проговорила Уцуцуки в белых одеяниях. «Наша же принцесса носила платье бордового цвета и туфли черного!» «Здравствуйте, лорд мамушеке!» «По какому вопросу вы решили почтить нас своим присутствием на этот раз?» – поинтересовалась принцесса. «Я иду с докладом к его величеству!» – проговорил мамушеке. От этого лица девушки выдала еле заметную эмоцию гнева. «Чтож, тогда не смею больше вас задерживать!» – проговорила девушка и ушла. Сейчас она направлялась в столовую. Она села на свое место. Затем в комнату ворвался, запыхавшийся юноша. На вид ему было не больше сестры. «Доброе утро, дрожайший бард!» – поздоровалась девушка. «Привет, Тимико! Как спалась?» – спросил он. «Представляешь, мне приснился сон!» – проговорила радостно девушка. «Ова! В прошлый раз ты предугадала покушение на отца, а чем теперь порадуешь?» – спросил пацан. Он был одет в некое подобие военной формы, но его одежда была немного роскошнее. А так, черный костюм, вместо белого, золотые пуговицы, герб клана на спине, вышитый алыми нитями и меч на поясе. «Все люди, которые имели хоть какую-то связь с военным ремеслом, знали и любили моего брата. Молодые считали его примером для подражания, ведь он трудился не покладая рук и всегда был готов принимать знания. А ветераны уважали за то, что он желал учиться и перенимать их опыт. Также он был довольно популярен среди девушек. Черные волосы с белыми кончиками, крепкое телосложение и добрый характер. Однако рога он унаследовал от отца. Я была связана золотыми цепями. Вокруг не меня взирали маски, они же насмехались надо мной. Но потом появился силуэт человека. Я видел лишь верхнюю половину его лица, но его взгляд излучал доброту. И еще у него было красивые каштановые волосы и голубые глаза. А затем он угнил меня и все цепи и маски рассыпались, а затем я проснулась. Проговорила имя-ка. Довольно странный сон. Человек с каштановыми волосами. Он тебя обнимал. Так может это твой суженый? Прикололся принц. Не знаю. ВС может быть. Проговорила с покрасневшими щеками юмика. АЧМ разговаривайте. Поинтересовалась вошедшая особа. Здравствуй мама. Проговорила принцесса. Утречка, мам. Проговорил принц. АЧМ разговаривайте. Спросила она. Женщина была не из расы Ацуцуки. Ее рога были черного цвета, как и волосы. Глаза были нефритовыми. Стройные фигуры и каждое движение элегантно. Вот она бывшая принцесса клана Зинаты нынешней королевы Ацуцуки. Да так, наша вечно холодная юмика влюбилась в человека из своего сноточка. Проговорил он. Надо же. И как же он выглядел? Поинтересовалась королева. Каштановые волосы, голубые глаза. Это единственное, что я запомнила. Ответила юмика. Мам, а отец сегодня при... Спросил принц. Он попросил меня передать его извинения. Проговорила грустно мать. Да что мне его изменения? Из-за кого это ВС? Да в ВСМ виноват совет отступников. Почему отец проиграл им? Они все слабаки. Если бы отец объединился с нулевым отрядом, то наверняка бы разбил всех в пух и прах. Проговорил разозльно он. Послушай, Бьякуя, твой отец прекрасно знал на что идут. Тогда доверять можно было только семье. Даже среди нулевого отряда оказался предатель. Проговорила грустно королева. Отец уже давно стал параноиком. Я уверен, если бы он умел доверять хотя бы своим соклонавцам, то мы бы не превратились в тех, кто мы есть сейчас простые паразиты, что крадут чакру у людей. Проговорил раздраженный принц. Только поглощая плоды чакры, мы сможем эволюционировать. Проговорила королева. Рассказывая эти сказки кому-нибудь другому, я знаю, кем были раньше и отцуцуки. И поверь, просто поглощая чакру и генетический код, мы не сможем создать новый джуаган. Проговорил принц. Если ваш отец считает, что так мы сможем стать сильнее, то так мы и должны поступить. Проговорила королева. Если ты не можешь заметить, в кого мы превращаемся, то мне жаль тебя. А отец глуп. Именно из-за него и началось восстание. Раздельно проговорил принц. Следи за языком. Думаешь, если тебя поддерживает вся армия, то они пойдут вставать против короля. Разгневанная проговорила мать. Но тут он просто вышел из-за стола. Я наелся. Хорошего дня, маменька. Проговорил он, уходя. Бьякуя, он увернулся. Мы не закончили. Попыталась остановить его мать. Но брат был непреклонен. Импульсивный характер, желание защитить то, что дорого. Понятие чести и достоинства всему этому его обучили воины. Он никогда не соглашался с политикой отца. Он видел перемены в клане отцуцуки. И от нетерпения хотел начать перемены как можно скорее. Но сильная фигура отца не позволяла ему этого сделать. Все боялись короля и его глаз. И лишь один Бьякуя не боялся гневного взора своего отца. Но после того, как Бьякуя удалился из столовой, мать заплакала. Доченька, скажи, почему твой брат такой твердолобый? Почему он никак не вразумит, что все действия его отца направлены только на вашу безопасность? Сквозь слезы проговорила мать. Вдруг имяка встала из-за стола и обняла мать. Мам, брат никогда не хотел навредить тебе. Он никогда не хотел свергнуть или тем более убить отца. Просто он видит будущее клана по-другому. А протестует он, потому что боится показать собственную слабость. На самом деле он очень любит и тебя, и отца. Просто он не хочет становиться паразитом. Это противоречит его принципам. Проговорила имяка. Доченька моя, Юмика, как же хорошо, что ты у меня есть. Как же хорошо, что ты выросла умной и мудрой девочкой. Когда твой брат станет главой клана, пожалуйста, приглядывай за ним. Проследи, чтобы он глупостей никаких не натворил. Проговорила мать, крепко обнимая дочь. Хорошо, мам. Хотя, возможно, когда-нибудь он повзрослеет и поймт отца. Хотя это очень вряд ли. Он ведь с самого детства воспитывался войнами и нулевым отрядом. Но именно поэтому он и вырастет примерным главой. А ты, мам, постарайся поменьше плакать. Ведь сердце брату обливается кровью, когда ты плачешь. Проговорила имяка. Спасибо, доченька. Проговорила мать, отпуская дочь. После завтрака принцесса пошла в сад. Внезапно сзади не открылся чернокрасный портал. А ты смел, раз пришел сюда. Кем бы ты ни был. Проговорила имяка. Но вместо ответа отцуцуки вырубил я. Простите, ваше высочество, но ваши глаза нужны, чтобы свергнуть вашего отца. После этого отцуцуки телепортировался обратно на землю. От лица Барута, внезапно я вскочил ночью от резкой боли в правом глазу. Сквозь правый глаз я видел, как какую-то девчонку НС-мужик. Я не понимал, что происходит, но девчонки красивая. Левым глазом в зеркале я заметил, что глаз изменился. Склера почернела, а зрачок стал белым. С тех пор ВС изменилась. Мои тренировки стали куда легче. Да и я смог рефлекторно управлять этим глазом. Он имел несколько способностей. Видеть каналы чакры, видеть боевую ауру противника и слабые места в ауре, видеть поток чакр противника, видеть на большие расстояния. Под описание подходит Бьякуган, но это точно не он. И чем больше я использую этот глаз, тем чаще замечаю, что Минс в характере. Я становлюсь более холодным, но в пылу битвы я начинаю получать наслаждение и стараюсь растянуть удовольствие. Однажды прогуливаясь по улицам деревни, я заметил, как хулиганы пытаются отжать у пацана мелочь. Я в это время попивал газировку. Но почему-то в моей душе взыграло желание избить этих хулиганов. Я подошел к их боссу и вылил на него стакан. Ты совсем охерил. Проговорил разозльно он. Злишься. Это прекрасно. Значит ты будешь сражаться в полную силу. Проговорил безумным голосом я. Ты из какой клиники сбежал, мальчик? Спросили мне его подельники. Но я резким ударом впечатал их лицами в землю. Слабаки. Вы мне неинтересны. Проговорил надменным голосом я. Боссу стало страшно и он убежал, поджав хвост. Похоже он тоже был слабаком. А жаль. Проговорил я. Вот блин. Завтра их придут больше, а ведь все года надо было мелочь отдавать. Проговорил он. Я лишь жал ему профилактического леща. Я ненавижу подобных людей. Надо всего лишь мелочь отдавать, чтобы меня не трогали. Тошнит. Если тебя чмой и ред, то нужно либо носить с собой бейсбольную биту, либо быть сильным. Проговорил я. Но разве честно нападать на безоружных? Спросил он. Запомни победителей и не судят. Если ты выпьешь им в голову, что они ничтожество, недостойные жизни, то в их сердцах поселится страх и отчаяние. Проговорил я. Ну я не так силь. Как-то и боюсь даже бита мне не поможет. Ответил он. Тогда работай мозгом. Играю с их душами, манипулирую их слабыми местами. Кстати, мы тут с тобой болтаем, а я даже имени твоего не знаю. Я Барута. Представился я. Дюнке. Представился он. Я подал ему руку и он встал. Пошли, прогуляемся. Позвал я его. Через пару минут мы прыгнули на крышу поезда. Как думаешь, что тебе мешает стать сильнее? Спросил я. Отсутствие таланта? Проговорил неуверенно он. Точно. Если ты хочешь стать сильнее без большого количества чакры или кикигинка, то используй мозг. Собери информацию, найди слабые места в их психике и в момент их действуй, используй для этого чужие руки. Только так ты сможешь победить сильного противника. Проговорил я. Ну и как я мог манипулировать теми хулиганами? Спросил Дюнке. Никак. Ты должен был достать достаточно информации о хулиганах и действовать, когда они не ожидают. К примеру, ты мог пригрозить им взорвать их родителей. Проговорил я. Я что на маньяка похож? Проговорил он. А ты для демонстрации возьми немного пластиды и взорви при них. А затем скажи, что похожая взрывчатка закреплена под машиной их родителей. Тогда не усадься, ты сможешь ими манипулировать. Ответил я. Но ты говорил мне действовать чужими руками. Как же мне надо было действовать? Спросил он. Чужими руками ты будешь действовать, когда попадешь в команду. Если ты, конечно, собираешься идти в Академию Ниндзя. Проговорил я. Ну как ты догадался? Удивленно спросил Денке. Собрал информацию. Денке, сын известного бизнесмена. Твой отец когда-то был в Шинобе, но после войны стал бизнесменом. Наверняка бывший вояка захочет, чтобы его сын стал похожим на него. Проговорил я. Неплохо. Так вот, что означает сбор информации. Проговорил он. Ладно, бывай. Мне лишь тренироваться. Проговорил я и спрыгнул с поезда. Затем я зашел на площадку и начал свои тренировки. Я делал удивить отца на экзамене Чунина. Мне было интересно, как он отреагирует, когда я покажу ВС, на что способен. Ближе к ночи я залез на скалу Хакаги. Мои мысли занял та девчонка. Мне было жуть как интересно, кто она. Да и сказать честно, она была красавицей. Уж всяко лучше, чем эта Сарада. Но я ж больше интерес подогревал вопрос, как связана девушка с моим глазом. И первой моей целью после того, как я стану Шинобе, станет поиск этой девушки. Я решил осмотреться своим глазом. Эх, что-то мне подсказывает, что это не весь спектр твоих способностей. Проговорил с довольной мордашкой. Пошло домой. Вот только одного я не учил. Мать ищ не спала. И когда я тихонько прошел в дом, меня там встретила пара злобных бьякоганов. «Ты время видел? Где ты пропадал?» Спросила мама. «Тренировался». Ответил я. «Ты же обещал, что будешь приходить не позже девяти. А ты уже который раз нарушаешь правила». Проговорила она. «Да ладно вам. Я просто развеяться решил». «Что в этом такого?» Проговорил расслабленную. «Баруто, я лишь хочу, чтобы ты приходил во время. Пожалуйста». Попросила мама. «Хорошо. Я постараюсь». «Кстати, а отец случае мне дома?» Поинтересовался я. «Прости, у него слишком много работы». Ответила мать. «Ну и ладно. Надеюсь, когда он придет, мы сразимся на смерть». Проговорил я. «Баруто, что ты такое говоришь?» Спросила удивлена мать. «А разве сражаться не на смерть весело?» Проговорил я, посмотрев на нее холодным взглядом. Затем я пошла спать. На следующий день я увидел след негативной чакры. Это было странно. Он тянулся к железной дороге туда и я и отправился. Неведомо каким образом, но Денки смог заманить тех хулиганов в локомотив. «От лица Денки, я рад, что вы пришли мои питомцы». Проговорил я чат и ниш. Спросил один из них. «Не волнуйтесь, представление начинается». Проговорил я, и двери закрылись. Поезд тронулся. «Что ты задумал?» Спасил их босс. «Знаете, что это за поезд?» Проговорил я. «Нет откуда нам знать?» Проговорил третий. «Это прототип нового скоростного поезда. Но в НМ есть один ужасный дефект. Он такой же гнилой, как и ваши душнки». Проговорил я. Поезд начал медленно, но верно разваливаться. «Кстати, на этой ветке кроме нашего поезда никого нет, кроме одного. Я пустил еще один поезд с другой стороны. И по идее мы через пятнадцать минут мы столкнулся. Небольшая авария, зато сколько пользы для мира. Тремя негодяями меньше». Проговорил я. «Но тогда ты тоже погибнешь». Ответил босс. «Послушай, у меня есть один трюк в рукаве. Сейчас вы разговариваете с теневым клоном». Проговорил я. «Что ты хочешь?» Спросил босс. «Чего я хочу?» «А разве непонятно?» «Я всей душой желаю убить вас». Проговорил я. «Оу, Денки, мне ты таким нравишься куда больше». Проговорил кто-то сверху. «От лица Барута, я смотрю, ты пришел к кульминации. Голубые глазки». Проговорил Денки. «Как мило. Ты мне кликоху придумал. Я щас расплачусь». Проговорил я. «Вот чай рты. Одним безумцем больше». Проговорил один из них. «Тихо мелочь. Не видите, взрослые разговаривают». Проговорил на обменную. «Денки кон, это житва настоящее тело, не так ли? Тогда скажи, зачем ты хочешь умереть? Поинтересовался я. Да потому, что я полное ничтожество. Ни я, ни эти отбросы ничем не отличаемся. И я просто захотел сыграть со смертью». Проговорил он с улыбкой на лице. «Но только вы отличаетесь. Я не знаю почему, но вы словно божье провидение, что взирает на нас простых смертных. Тогда посвейте свою жизнь служению мне». Проговорил я. «После моих слов отрицательная чакра исчезла». Оденки нажал на стоп-кран. «Какие будут приказы?» Спросил он. «Бегом в академию». Проговорил я. Мы забежали в один из поездов и доехали на НМ, однако мы не справились с управлением и влетели прямо в лицо седьмого. Я вылез из поезда и встал в пафосную позу. «Узумаки Барута, здесь!» Прокричал я. Вдруг ко мне телепортировался Конохамыру. Я попытался пнуть его, но тот просто отражил все моего крутаса в Тайдюцу. В конце концов он заломил мне руки за спину. «Сильно же ты прицепился, братец, Конохамыру!» Проговорил я. «А ты в эст такой же наглый, Барута!» Ответил он. «Может уже отпустишь меня?» Проговорил я. «Экзамен очунина!» Я пришел в класс и сел за парту. Рядом со мной сидел шикадо-еденки. Мне было по-большому считает плевать на всех в этом классе. Мне сейчас главное стать сильнее. На уроках было как всегда скучно и я решил пообедать в классе. Вдруг меня кликнул голос. «Эй, свали уже из класс!» Проговорил какой-то пацан. «Я смотрю, у кого-то там здоровья много. Ты подойди, так я поубавлю.» Проговорил я. «Ча сказал?» «Ты хоть знаешь, кто я?» Спросил он. «Денки, информацию, пожалуйста!» Проговорил я. Иваби. Второготка. Он проводил письменный экзамен, поэтому его оставили на второй год. Проговорил Денки. «Письменный экзамен — это чушь для слабаков. Да лишин обе важнее всего сила. Так было есть и будет всегда!» Проговорил Иваби. «Верно. Ты прав. Но разве ты сильн?» Проговорил я. «А ну, повтори!» Разозльно проговорил он. «Хорошо. Ты просто слабочок, точка!» Ответил я. «Кулаки чешутся. Тогда пойдем, выйдем!» Проговорил он. «Ну, хоть одна толковая идея и за сегодня!» Проговорил я. «Мы пошли на арену. Об этом услышал весь класс, и они решили посмотреть. На чему?» Проговорил я. «Он напал на меня с каменным молотом. Я лишь использовал его молот как опору, перепрыгнул его и ногой ударил по голове. Я ожидал большего. Но, как говорят, не судя книгу по обложке. И я решил с тобой сразиться. А ты просто взял и растоптал мою доброту!» Проговорил расстроенный я. «Ну, вдруг он использовал каменную волну, но я просто уклонился. Элемент молнии, парализующая игла. Проговорил я и несколько маленьких игл. Но он смог уклониться и контратаковать меня булыжник в воздухе. Но я создал клона и с помощью него уклонился. «Молодец! Продолжай стараться!» Проговорил я. «Но затем противник перешел в ближний бой. Вот тут он и начал доминировать из-за своего оружия. Вдруг он откинул меня, но я лишь улыбнулся. Что смешного?» Спросил он. «Ноль целых два десятые секунды». Проговорил я и активировал джолгом. Но лишь на очень короткое время. Никто не смог понять, что произошло, но и в обе был впечатан в колонну. «И этот слабак». Проговорил я. «Затем пришел учитель Шина. Вы что здесь вытворяете?» Проговорил он. «Детишки решили побеситься». Поговорил я. «Затем меня отчитали, а бедолагу отнесли в медпункт. Не думаешь, что перегнул палку?» Поинтересовался женский голос. «Кого я вижу? Неужели сама принцесса Кланучха решила почтить меня своим присутствием?» Проговорил я, изображая поклон. «Не съезжая с темой». Проговорила она. «Сарада, иногда нужно показывать слабакам, насколько сильно мы отличаемся от них». Проговорил я, кладя руку ей на плечо. «Ведь без силы тебе не стать Хакаги. Я смотрю, ты изменился. Сила затуманила в тебе чувство жалости и страха». Проговорила Сарада. «И это ты мне говоришь о жалости?» «Напомни-ка мне, кто ответственен за Четвертую мировую войну Шиноби и кто хотел уничтожить Канаху и стать повелителем мира?» Проговорил я, наклоняясь к его уху. «Мы оба знаем, что не похожи на своих предков. Мы сами комму собственную судьбу». Проговорила Сарада. «Именно. И осознание этого отличает нас от простых смертных. Все восхищаются героями войны Нарута Узумаки и Саски Учхай. Но только мы с тобой знаем, кто они на самом деле». Проговорил я. «Ты что, Богом стать хочешь?» Проговорила Сарада. «А разве тот, кто превосходит всех по силе не Бог?» «В каждом человеке есть свои понимания Бога. У многих Бог ассоциируется с нашими отцами. Но не таким Богом я хочу стать». Проговорил я. «Если хочешь поговорить о Богах, найди себе другого собеседника. А у меня дела есть». Ответила девушка, убирая руку с своего плеча. «Какие же учихи в стаке холодные?» Проговорил я. «Мне хотелось начать тренироваться. Мне было скучно. Нет ни одного человека, что заинтересовал бы меня. Так было до определенного момента. Пока к нам в класс не перелывался один интересный парнишка. «Значит это ты, Барута Узумуки?» Проговорил он. «Смотря кто спрашивает». Проговорил я. «Меня зовут Мицуки. Будем друзьями». Предложил он, протягивая мне руку. «А почему бы и нет?» Проговорил я, протягивая ему руку. Этот человек оказался довольно сильным. Что было примечательно, он обладал кикигинкой мзмея. Тренироваться с ним было действительно весело. Школу я уже перестал посещать и вместо себя отправлял клона. Сам же в это время тренировался. К примеру, я смог освоить Сидорин и сейчас пытаюсь добавить в ней природную чакру. Я хочу повторить технику шестого. Но работать с природной чакрой работать трудно. Она слишком нестабильна. И только с активированным джолганом я мог собирать природную чакру. Но проблемы были, когда я соединял Ещедари. Контроля мне не доставало. Поэтому я просто продолжил тренировать количество и контроль чакры. Сегодня был день рождения Химовари, поэтому я купил довольно дорогое украшение. Встаки я парень при деньгах. Но когда я пришел домой, то Химовари была грустной. «Почему у моей сестры день рождения, а она ходит с грустной миной?» Проговорил с улыбкой я. «Братик!» С этими словами Химовари обняла меня. «С днею рождения, сестранка!» Проговорил я, отдавая ей сержки. «Барута, не думаешь, что это немного рановато?» Проговорила мать. «Да ладно тебе! Мне наденет сейчас, наденет позже. Главное не подарок, а тот, кто его дарит!» Ответил я. «А отец где?» Спросил я. Тут Химовари погрустнела. «Не волнуйтесь, он должен прийти через полчаса!» Ответила мать. «Ну ладно. Пока без него!» Проговорил я. Через полчаса в комнату вошли отец. В руках он держал торт. «Папа! Ты наконец пришел!» Радостно воскликнула Химов. «Неужели господин седьмой Хакаги собственной персоной решил почтить нас, недостойных, своим присутствием?» Проговорил я. «Опять язвишь, Баруто!» Ответил он. «Ну уж прости! Это моя работа!» Ответил я. «Тебя отпустили пораньше!» Проговорила мать. Но внезапно он развеялся, словно теневой клон. Та-то мне казалось, что чакра маловато. А это клон был. Проговорил я, вставая и застала. В этот момент меня распирал гнев и ненависть. Глаз то загорался, то исчезал. Я взял куртку и пошел к двери. «Братик, ты куда?» Спросил Хима. «Прости, сестренка. Нужно одному старику по бошке настучать!» Ответил я. «Баруто не надо!» Проговорила мать. Но вместо ответа я выпустил давление своей чакры. Затем я выбежал на улицу и направился в резиденцию Каги. Вдруг передо мной возник человек в черной одежде. «Куда это ты направляешься?» Поинтересовался человек. Однако я увидел в его глазу ренеган. «Простите, но у меня отец работет в резиденции. Не могли бы вы пропустить меня?» Проговорил он. «Все работники резиденции уже дома, кроме одного человека у Зумаки Наруто. «Значит, либо ты веришь и затеял какую-то пакость, либо ты действительно сын Наруто!» Ответил он. «Саски учиха!» «Тебя не проведшь!» «Да я сын седьмого!» «У меня к нему срочное дело!» «Так не мог бы ты пропустить меня!» «Проговорил я, еле сдерживаясь!» «Я пропущу тебя, если успокоишься и уберечь свою жажду крови!» Ответил он. «Зараза!» «Достал уже!» Проговорил я, активируя джиологом. Затем я кинул куну и специально промахнулся. А затем телепортировался к нему. Техника летящего бога грома. Чакры и выносливости хватает только на один заход. Проговорил я и пошл в резиденцию, однако он поменял нас местами. Превосходно! Ренегант действительно очень проблемный глаз. Проговорил я. «Ты очень способный, раз освоил подобную технику в столь юном возрасте. Но тебе пока рано тягаться с твоим отцом!» Проговорил Саски. «Кстати, вы знали, ваша дочь тоже довольно талантлива. Но ей недостаточно жестокости, что была у Чихи Мадары. Проговорил я, сближаясь с противником. Я достал Катану и мы начали сражаться. Он с легкостью парировал мои выпады. Но я тоже мог отбивать его атаки. Подумать только, будущий клан у Чиха в руках у слабохарактерной девчинки. Вам стоит лучше воспитывать ее!» Проговорил я. «Не учи меня воспитывать, дочь!» Ответил он, откидывая меня. «А что я не так сказал?» «В ее руках наследие клана, Шаринган, а она никогда не сможет получить вечный Мангирик.» Ответил я. «Поверь, если моя дочь вдруг пробудит Мангирик, то мы с женой что-нибудь придумаем!» Проговорил Саски. «Что ты придумаешь? У ней нет такого заботливого брата, как и Тачисон!» Проговорил я. «Если ты меня спровоцировать хочешь, то зря стараешься!» Ответил он, используя огненную стихию. «Но я просто использовал водяные пули и поле боя покрыл пар. В НМ я пытался сбежать, но меня остановил удар катаны. Ты и вправду надеялся, что я куплюсь на твой трюк. Тебе придется сильно постараться, чтобы сдвинуть меня с места!» Проговорил он. «Да. Виноват. Я надеялся проскочить через тебя, сохранив силы, но похоже придется в сирс. Проговорил я. Что он есть чакра. Чакра — это энергия. Но откуда она исходит? Да ниоткуда. Ты зол. У тебя есть стимул одолеть противника. Но можно ли выразить гнев желудком? Нет никакого центра чакры. Я сам центр. После этих мыслей сквозь меня начал проходить поток чакры. Я встал в боевую стойку и понсся на него. Внезапно в Катаре возникла черная искра. Я не придал этому значения. Но в момент удара я случайно высвободил черную молнию. Я не понимал, что это такое. До этого момента я будто ребенка бросал все ингредиенты в суп, не задумываясь об их вкусе. Но теперь я наконец их распробовал. Вот что значит жить. После этого я вновь напал на него, но чакра уже закончилась. От лица Саски, а он сильный. По крайней мере сильнее меня в его годы. Точка проговорил я, отнеся его домой. Затем я вернулся домой. На следующий день от лица Барута, я проснулся уже в своей кровати. Учиха Саски. Он слишком сильный. Нужно усилить тренировки. До начала экзамена на Чунина я обязан стать в несколько раз сильнее. Проговорил я. Я больше не ходил на занятия в школу. Теперь я исключительно тренировался. Мне было плевать уже на правила. Ради силы я делал абсолютно ВС. Один раз я целый месяц не появлялся дома и только и делал, что тренировался в лесу смерти. Я в совершенстве освоил природную чакру и научился применять и в чадаре. Также я попросил Конохамру обучить меня Росингану. Три дня понадобилось, чтобы его выучить. Но мне этого было недостаточно. Мне нужно еще больше. И тогда я вспомнил о том примене, который я применил в бою с Саски. Черная молния. Он станет моим козырем. Я пришел только когда нас распределяли в команды. Как и ожидалось я в команде с Сарадой и Мицуки. Однажды на тренировке меня окликнул знакомый голос. «Опять Академию прогуливаешь?» Спросил он. «Ага». Ответил я, не отрываясь от тренировок. «Ты собираешься вернуться?» Спросил Саски. «Ага». Ответил я. Он на это вздохнул. «Что ты ел сегодня на завтрак?» Поинтересовался он. «Ага». Ответил я. «Ясно вы с тобой». С этими словами учиха сел на камень и начал наблюдать за моими тренировками. «Четыре раза за день я могу использовать черную молнию. Дальше не могу». Проговорил я про себя. «Баруто, ты знаешь, что завтра начнутся экзамены. Ча реально?» «Я блин так заработался, что уже и забыл». Ответил я. «Скажи-ка, а насколько ты сейчас сильн?» Спросил Саски. «Почему мне знать?» «Я тренировался просто, потому что тренировался». Ответил я. «Не хочешь проверить?» Спросил он. «Боже упаси! Я пока сильнее вас не стану, даже не мечтайте о сражении». Ответил я. «Я решил в кое-то веки сходить домой и заполнить заявление на экзамен. Я пропущу все остальные этапы и перейду сразу к битве с Шенки». Сараду вырубили его крылья. И меня хватили два чувства, гнев и радость. Гнев был вызван болью от потери товарища. «Ну давай, Шенки». «Повеселимся от всей души». Заорал во весь голос яйпонцы на противника. Я использовал технику, ветра, молния, воды. Но ВС бесполезна точкой Шенки очень сильна. «Баруто, сдавайся. Тебе меня не одолеть». Проговорил он. «Сдаваться?» «Шенки. За кого ты меня принимаешь? Как я смогу веселиться, если сдамся?» С этими словами я использовал Чидариро и Кири. Он, конечно, смог меня пометить своим песком, но я промахнулся. «Ты проиграл». Проговорил он, готовясь поставить точку. Черные молнии. С этими словами я впечатал противника в стену, однако он был ВС ему в сознании. Но чакры у меня больше не было. А противник уже готовился нанести смертельный удар. И вот когда остаться пару метров до смерти, мой Джо Лаган произвольно активируется, и атака просто встать на месте. Мне тело окутал покров настолько сильной и плотной чакры, что даже представить сложно. Что происходит? Откуда подобная сила? Проговорил испуганно он. Я наконец ВС осознал. До сего момента я лишь спал. А мои глаза помогали мне проснуться. Сейчас меня никто не победит. С этими словами я взлетел, взял шинки за голову и швырнул в пол. Он ВС равно поднялся. Но моя рука рефлекторно поднялась. Я парил верх-то рамшками и произнс, техника усиления, красный. После этих слов возникла небольшая алая сфера, которая устремилась в противника. Тот серьезно пострадал. Хотя я чувствовал, что ему повезло выжить. Хей, это что ВС? Слабак. С этими словами я начал пинать его. Мне начало доставлять удовольствие и добивать слабого противника. Но внезапно на арену спустился отец. Барута, прекрати. Проговор Тлон. Как же ты достался своей моралью. А я... Вот он и я. Хочешь, чтобы я прекратил, так убей. Ответил я, разворачиваясь к нему, однако внезапно сверху появилось двое неизвестных. Джулаган. Здесь? Проговорил удивленно один из них. Лорд Мамошики, нужно сообщить об этом главе. Ответил другой. У нас сейчас немного другая миссия. Нужно захватить хвастатого, а за Джулаганом можно и потом вернуться. Ответил видимо главный. Затем оба спустились и начали ВС крушить. Я вышел против них. Как и отец. Барут и беги. Они опасные враги. Проговорил отец. Знаешь, мне плевать. Давно я так не веселился. Проговорил я и сосредоточился на правой руке однорогого. Та искривилась под неестественными углами и разорвалась. Хм, значит ты уже овладел одним из бызовых принципов. Похвально. Проговорил мамушики. Спасибо. А я погляжу ты лидер. Если так, то станцуем. Предложил я, нападая на противника. Тот просто использовал гравитацию и оттолкнул меня и нацелился на меня штырями. Я среагировал на них и поймал. Прикольно. Еще хочу. Проговорил я, отбрасывая стержни. Неплохо. Хотя неудивительно, ведь у тебя есть этот глаз. Но что ты не дадь мне покоя. Проговорил мамушики. А бомба-хвостатова сзади тебя-тебя не смущает? Поинтересовался я. Он активировал Бьякогана и заметил, как отец собирает бомбу-хвостатова и атакует противника. Я же сзади применил ту алую сферу. Но он просто поглотил обе наши атаки. Признаю, уловка весьма удачная, но это ваш предел. С этими словами он проткнул отца штырями и вместе с напарником они телепортировались в другое измерение. Ко мне подбежал Саски. Саски, кто это были? Поинтересовался я. А отцуцуки? Ответил Саски. Ясно. Проговорил я. Но на самом деле я погрузился в раздумие. Та девушка из моего видения тоже имела рога, вот только они были черными. Может она и не отцуцуки вовсе. Ответ на этот вопрос я смогу получить только лично у мамушки. Я найду тебя. Они забрали отца. Но я пошел не потому что хотел спасти его. Нет. Мне нужны ответы. Может они каким-то образом связаны с той девушкой. Ты уверен? Знаешь, мы ведь и так справиться сможем. Проговорил Саски. Да ладно. Этот беловолосый легко уделал моего отца и вы говорите, что без меня справитесь. Ну прям анекдот дня. Проговорил, ухмыляясь я. Сейчас я сильнейший человек после Саски. Уверен, вам пригодится моя помощь. Проговорил я. Хочешь сказать, что ты сильнее нас? А у тебя кишка не тонко. Проговорил Ацучи Каги. Тяжелые времена рождают сильных людей. А мирные времена порождают слабаков. Но это ко мне не относится. Я исключение исправил. Помните то, что я использовал в бою против шинки. Я смогу использовать это и в грядущей битве. Проговорил я. Если так, то я не могу запретить тебе идти. Проговорил Саски. После этого он открыл портал и мы вошли в него. Огромное древо, рядом с которым парят Ацуцуки и выкачивают чакру из отца. Я разрезал катаный ветвь дерева, что сдерживало отца. Затем я оттолкнулся от дерева и со всей дури взмазал мамошеки черной молнией. Тот отлетел немного, но большого урона ей не нанс. Какой же ты проблемный пацан. И как таких только земля носит. Проговорил раздраженно он. Слышь, у меня вопрос. Ты случайно не знаешь девчинки с милым личиком, черными элегантными рожками и серебряными волосами? Поинтересовался я. На ум приходит только одна особа, но ты просто не можешь быть с ней знаком. Ответил он. Ясно. Значит мне придется выбить из тебя информацию. С этими словами я приготовился к битве. Баруто, ты вообще почему здесь? Проговорил обеспокоенный отец. А не хрен каким-то асуцуки проигрывать? Дебил неизлечимый. Проговорил я. Но вдруг передо мной возник второй и попытался нанести удар топором, но я активировал два агана и его атака застыла в воздухе. Как твоя рука? Не болит? Проговорил надменный юл. Ах ты ж. Проговорил он вновь замахиваясь. На этот раз я просто уклонился. Мы же это уже проходили. Давай что-то новое. Прошовырял я, используя чадариры и кири. Но он заблокировал мою атаку и напал, используя весь арсенал своего оружия из чакры. Я же просто уклонялся и сдерживал его атаки. Тем временем отец и саски сдерживали мамушки. Слушай, а еще ни разу не использовал эту технику. Техника инверсии. Синий, максимальный выброс. Проговорил я и в радиусе 10 метров БС было уничтожено. В том числе и большая половина тела противника. Он оказался бесполезен. Пусть хотя бы станет мне кормом. Проговорил мамошики и вытянул в его сторону руку. Вдруг поверженный противник превратился в плод чакры, а мамошики съел его. Затем противник превратился в какого-то монстра. От него веяло жуткая аура. Я сразу же понся на него. Он обыгрывал меня в тадзюцу, да и физической силы у него было гораздо больше. Однако мне удавалось уклоняться от ударов, но так продолжаться не могло и в один момент он просто взял меня за голову и впечатал в землю и начал со всей силой клашматить. После того, как я отрубился, я видел сон. Здесь были города. Люди, асуцуки, и многие мне неизвестные расы. А на троне восседала некая фигура. Подлениво сидела девушка, очень похожая на ту девчинку с черными рогами. По правую сторону был пацан приблизительно моего возраста, а по левой та самая деченка. Все преклонялись перед этими фигурами. Но вдруг ВС погасла. Ну как, понравилось? Спросил мужской голос. «Кто это были?» Спросил я, обернувшись. Это был высокий юноша с бирюзовыми глазами и белыми, как снег, волосами. Одет он был в монашеские одеянии. «Да, но что это было?» Спросил я. «Ты и сам вскоре поймешь. Но сейчас твой враг Асуцуки. Но не держи на них сильного зла. Они не всегда были такими. Мы не всегда были такими. Единственное, что тебе стоит за помню, Асуцуки Ишики, твой злейший враг. Не вздумай его недооценивать. Он кое-что украл и теперь обладает силой, достойной средней ветви». Проговорил мужчина. «Простите, но как вас зовут?» Поинтересовался я. «Мы вскоре встретимся. А пока, передавай своему отцу привет!» Проговорил он. После этого я очнулся. Мой джонг горел. Глаз начинал болеть. Отец и дядя Саски сдерживали мамушки. «Эй, мама, я еще не сдох. Ну что начнут второй раунд?» Проговорил нахальным голосом я. Он откинул обоих и понсы на меня. Но когда противник написал удар, меня там уже не было. Я стоял сзади. Техника аннигиляции, пурпурной. С этими словами я запустил в противник небольшую пурпурную сферу. Но когда она коснулась мамушки, то большая часть его тела и внутренних органов была уничтожена. Даже не верится, что такой, как ты смог победить меня. Проговорил он. В этот момент время встало. Затем он активировал свой Бьякуган. «Твои глаза еще не могут видеть судьбу. Но я вижу ее довольно отчетливо. Проговорил он. И что же ты видишь?» Поинтересовался я. «Я вижу, как твои глаза лишают тебя всего. Ты должен быть крайне осторожным, если хочешь найти ее. Поверь, ВС не всегда играет тебе на руку». Ответил он. «Ты говоришь о ней? Скажи хотя бы имя». Попросил я. «Юмика». Ответил он, вкладывая свою руку в мою. «Помни, тот, кто убил Бога не может оставаться простым смертным». Ответил мамошеки и растворился в белом тумане. «Я же стоял на божественном древе. Значит, тебя зовут Имика. Я тебя найду. Обещаю». Проговорил я и вырубился. Проснулся я только в больнице. На моем правом глазу и руке была повязка. Я приподнялся. «Баруто, ты как?» Спросил отец. «Нормально, господин седьмой». Проговорил я. «Эй! Да хорош дутся. Ты сдал экзамен, победил страшного врага. Может порадуешься хоть немного. Думаешь, он сражался все с... Асуцуки-мамушеки. Член клана, из которого родом Кагуи Асуцуки. Я думаю, тебе напоминать о ее способностях не надо. Думаю, он дрался на процентов 25. Не больше. Сражался бы он во всю силу, и он от меня и праха бы не оставил». Ответил я. «Но фактодин-то убила Асуцуки». Успокоил меня отец. «Короче, ничего хорошего ждать не стоит». Ответил я, пытаясь встать. «Эй, нет. Тебя выпишут не раньше, чем через неделю». С этими словами он положил меня обратно на койку. А чуть не забыл. «Расскажи-ка мне про свой правый глаз». «Уж слишком странно ты видишь себя в последнее время». Проговорил отец. «С чего мне тебе рассказывать свой секрет?» Проговорил я. «С того, что я Хакаги, а ты шинобелиста. И ты должен мне подчиняться?» Ответил он. «Много хочешь, мало получишь. У меня есть причина скрывать мои силы». Проговорил я. «Что мне сделать, чтобы ты начал рассказывать мне хоть что-то?» Спросил отец. «Стыд для меня и для Хима-отцом, а не седьмым Хакаги». Ответил я. «Хорошо. Я постараюсь». Ответил он и ушел из палаты. Через несколько дней мои бинты сняли, а под ними на ладони была метка в виде ромба. Однако на глазу бинты остались. И через неделю меня выписали. Однако бинты на глазу пришлось оставить. «Эй, мама, я же знаю, что это ты печать поставил. Давай хоть поговорим». Проговорил я. Однако ответа не последовало. «Ясно, отмалчиваться будем». «Ну, в принципе, я уже понял твой план. Да только ни хера у тебя не выйдет». Проговорил я. И снова молчание. «Ну и молчи. А мне надо тренироваться». Проговорил я и пошел на тренировочный полигон. Мне нужно научиться по-нормальному контролировать инверсию и усиление. Но похоже, что аннигиляции даться мне куда сложнее. Из-за этой техники я могу случайно ранить себя. Поэтому пока обойдусь этими двумя. Но мне также интересен предел способности отражать атаки и может это работает только в поле можно зрения. На тренировку я решил позвать Митсуки. Я развернулся к нему спиной. Он же атаковал Змейной молнией. Но она не достигла своей цели. «Значит работает вне зависимости от поля зрения. Проговорил я». «Невероятно. Ты на самом деле можешь отразить любую атаку. Нужно посмотреть, смогу ли я отразить бомбу хвостатых». Проговорил я. «Изве, но я не смогу создать атаку такого уровня». Ответил Митсуки. «Я и так это понимаю. Поэтому давай просто спарринговаться, пока оба не выдохнемся». Предложил я. «Наверное и сейчас это самый эффективный метод тренировок». Ответил он. «Мы начали спарринги. Технику за техникой мы запускали друг в друга, а когда кончилась чакра, перешли в бой в тайджицу. В конце дня мы валялись без сил. Прошло достаточно много времени, но бинту из глаза я решил не снимать, ибо понты никто не отменял. За весь этот год я смог поговорить с мамушеки. «Наконец ты отозвался, ленивый Ацуцуки». Проговорил я. «Я не ленивый. Сам попробуй умереть и посмотрим, каким ты будешь». Ответил он. «Слушай, раз я могу с тобой разговаривать, то ты точно что-то сделал с моим телом. Не мог бы ты помочь мне с кое-чем?» Попросил я. «Говори быстрее». Ответил он. «Слушай, ты можешь удлинить мне волосы и изменить их цвет?» Поинтересовался я. «Ну, тебе помогу, но зачем тебе?» Поинтересовался Мума. «Да, хочу стиль изменить, а на краску тратиться не хочу». Ответил я. «Ну, маэстро, чего изволите?» Спросил он. «Давайте по классике, черный». Проговорил я. В ответ на это он удлинил мне волосы и перекрасил в черный. «Нет, маэстро, вам черный не к лицу». «Может попробуете пепельный?» С этими словами Мума перекрасил в пепельный. «Нет, к глазам не подай». «Давай попробуем насыщенный каштановый», – проговорил я. «Ну, изволь», – ответил Мума. Затем волосы изменили цвет на каштановый. «Бог мой, маэстро, вам очень не...», – ответил Асуцуки. «Спасибо. Мне тоже нравится». Ответил я. «Ну, тогда бывай. Я еще не скоро появлюсь, так что пока. Наверное». Попрощался он и вновь замолчал. «И вот однажды нас вызывают в кабинет Хакаги для некого задания. Вы должны доставить особое оборудование на границу стран огня в лабораторию Катаски. Проговорил он. Блин, а ничего поинтереснее нет?» – поинтересовался я. «Заткнись, Барута. Радуйся, что хоть такое задание нам дали». Проговорил Сарада, пытаясь меня удоверить. Но ее рука застыла в воздухе. «Какой раз ты уже пытаешься меня удоверить?» «Не выйдет». Пропел я. «Бока». Огрызнулась она. «Я же ее проигнорировал. Сейчас нет более сложной миссии. Даже последний С-ранг я отдал Саске». Ответил отец. «Ясно». «Ну и скукотища». «Ну, хоть Катаски проверю». Проговорил я. Затем нам отдали оборудование и мы поехали на поезде. Напротив меня сидел неизвестный человек. Некоторые части его тела были заменены на киберимпланты. Вдруг он обратил на меня внимание. «А что случилось с таким молодым человеком?» Поинтересовался он. «Да так, сразился с одним неприятным врагом и вот последствия». Ответил я. «Ужас, что творится. Дети лишаются своих глаз по прихоти взрослых». Ответил грустно он. «А с вами-то что произошло?» «Железок, вон сколько». Проговорил я. «Я участвовал в четвертой войне Шиноби. Там я лишился почти всего. Но меня подлатали, однако Шиноби я больше быть не могу». Ответил он. «Сочувствую. Война никого не щадит. Но тебе повезло остаться в живых». Ответил я. «Хм, повезло говоришь». «Не знаю. Для меня работа Шиноби была жизнью. А теперь? Просто старый винтик, что заменили». Ответил он. «Да. А я вижу на тебе импланты военного образца. Вот только мне непонятно, куда ты едешь с таким набором». «Проговорил я». «А ты об этом?» «Ну, я пытался вновь стать Шиноби с помощью имплантов. Но это оказалось пустой утратой денег и сил». Ответил он. «Ясно. Это плохо, когда незачем жить. На войне я лишился дяди. Интересно, похож ли я на него?» «Проговорил я». «Увы, я не могу ответить. Но позволь спросить, за что ты потерял свой глаз?» Спросил мужчина. «Хм, можно сказать, я отдал его за надежду на светлое будущее». Ответил я. «Ха-ха. Надежда – это величайшее сокровище. Надеюсь, твоя надежда воплотится в реальность». Ответил он. «Я тоже на это надеюсь?» Ответил я. «Опа, моя остановка. Чтож, прощай, мальчик». Проговорил он, подавая мне руку. «Бывай. Надеюсь, ищь свидимся». Ответил я, пожимая ему руку. Он ушел. «Барута, что это за мужик?» Поинтересовалась Сарада. «Неважно. Но он слишком подозрительный». Проговорил я. «А что конкретно не так?» Поинтересовалась Сарада. «Он напичкан боевыми имплантами. Думаю, он намник». Ответил я. «Но мы с ним больше не встретимся. Поэтому беспокоиться нечего». Через пару часов мы доехали до нужной станции, а затем прошли в лабораторию. Там я встретил Катаски. «Молодой господин, здравствуйте». «Поприветствовал меня он». «Здоров». «Сэндивинстон готов». Поинтересовался я. «Он пока тестируется». Ответил он. «Покажи». «Проговорил я». «Проект «Сэндивинстон»» «Разработал я». «Это устройство для цифровки и переноса души в мир информации». «Это технологич опережает свое время». «Говоря проще, это невероятный мощный компьютер, который может синхронизироваться с разумом человека». «Естественно, отец не знает об этом проекте». «Остальных членов команды увели в отдел разработок, а я пошл в отдел испытаний». «Мы вошли в небольшую комнату». «В центре было здоровое кресло, а от него отходили провода и кабели». «В НМ сидела староста». «Она сама вызвалась стать испытателем». «Как она?» «Надеюсь, вы следите за состоянием ей мозга». «Проговорил строго Юл». «Конечно. Сейчас мы учимся ставить защиту на сервера. И честно говоря, сумерие справляется очень хорошо. ЛД, который она ставит, не могут пробить ни одни наши программисты». «Доложил Катаске». «Ясно. Но что насчет атакующей способности?» «Поинтересовался я». «Давайте вы сами посмотрите». «Принесите объект номер один». «Проговорил Учий». Через пару минут в комнате была довольно массивная марионетка. И что было примечательно, она была оснащена автопилотом. «Попросите сумерие уничтожить объект». «Проговорил Катаске». Затем люди начали вводить команду. Через пару секунд марионетка начала глючить, а затем сама себе оторвала голову. Вдруг сумерие открыло глаза. «Привет, Барута». Поприветствовала она меня. Сумерие очень изменилось. Теперь вместо обычных глаз были кибернетические, на шее был чип. «Пошли, я хочу со всеми пообщаться». Проговорила она. «А как дела с проектом «Киберскелет»?» Поинтересовался я. «Я только недавно приступила к стадии тестов». «К «Киберскелету я не приступала». Ответила староста. «Хорошо, что лишь дошли до тестовой части. Я не понимаю, почему ты согласилась на подобный риск». Проговорил я. «Но до эксперимента я согласилась потому, что я уважала тебя, но после, я поняла, что в цифровой среде мне намного комфортнее, чем в реальности». Ответила сумерие. «Расскажи, почему тебе так комфортно и чао из себя представляет мир информации?» Спасил я. «Хм, как бы сказать, в реальности множество вещей не поддаться логике, а в цифровой реальности в с построенной с четко взаимосвязанных кирпичиков. Можно сказать, я там богини. Я буквально могу достичь понятия «бессмертие души». «Ну а что до второго вопроса, боюсь я не смогу сформулировать внятное объяснение». Ответила сумерие. «Ясно. Но не забывай о нашей настоящей миссии». Ответил я. «Да, я помню. Контролировать действия пяти великих стран, чтобы предотвратить войны. Но мой контроль еще оставляет желать лучшего. Я пока только изучаю свои силы». Ответила девушка. «Я рад, что ты понимаешь нашу цель». Ответил я. «Мы не заметили, как дошли до остальных. Все весело общались, но у меня было плохое предчувствие насчет того старика. Тем временем где-то упал дирижабль. К месту крушения направлялись шины Белеста и двое человек из кара. Нашла от лица Юмика за несколько недель до отбытия дирижабля. «Юмика, а чем думаешь?» Спросил Кавыке. «Кто-то играет за нашу сторону». Ответила я. «А чем ты?» Спросил он. «Кто-то ненавязчиво говорит, что помогает нам». Пояснила Ю. «Думаешь, в кара зовался Крот?» Спросил Кавыке. «Возможно. И скорее всего он будет действовать очень скоро». Ответила Ю. «С чего ты решила?» Спросил пацан. «Я уже год как чувствую особую силу». И внезапно она исчезла. «Снаружи точно что-то происходит». Ответила Ю. «Это оказалось правдой. Через несколько недель меня и Кавыке начали переводить на главную базу. Но внезапно что-то пошло не так. От лица Барута, на обратном пути наше задание было изменено. Нам нужно обследовать место крушения дирижаблей и спасти коны Хэмору и Мгена. Почему-то я чувствовал приближение и веселье. Мы дошли до места крушения. Здесь было несколько марионеток на автопилоте. Они могли стрелять огненными шарами. Как только противники начали атаковать мы спрятались за земляную насыпь. Хэм, становится ВС интереснее. Я не стану доставать козыря против таких слабаков, так что обойдусь техникой летящего бога грома». Проговорил я. «А нам что делать?» Поинтересовалась моя команда. «Нужно, чтобы кто-то отвлек их внимание на себя». Прогавтрил я. «Ладно». Ответила Сарада и выпрыгнула из насыпи. Роботы открыли по ней огонь, а я бросил куна с меткой. Затем телепортировался за их спиной и одну за другой обезглавил. «Хм, здесь их нет. Попробую посмотреть». С этими словами я зашел внутрь дирижабля и активировал джолгом. Неподалеку была пещера, в которой сидели мгены иконы Хамыру. «Ясно. Один из вас ранен. Вот почему вы не можете уйти?» Проговорил я. «Эй, Барута, ты нашел что-нибудь?» Поинтересовалась Сарада. «Их тут нет. За мной». Проговорил я. «Что ты нашел?» Поинтересовался Митсуки. «Потом расскажу». Ответил я, направляясь к той пещере. Через пару минут мы дошли. «Барута, Сарада, Митсуки. Как скажи я вас рад видеть?» Проговорил куна Хамыру. «Вы ведь видели внутри два ящика?» Поинтересовался Мгена. «Да». И скорее всего содержимое ящиков пролетел свет на ситуацию с кара. Ответил я. «Да». «К сожалению, содержимого нет, но я смог скачать документацию». Ответил куна Хамыру. «Как интересно. Не расскажите поподробнее». Проговорил довольно знакомый голос. «Хм, почему-то я не удивлен нашей скорой встрече, а он точка проговорил я. А это же тот дядька из поезда». Отметила Сарада. «Когда ты ВС понял?» Поинтересовался старик. «Я лишь предполагал, что ты намник. Но чтобы работать на кара, мо уважение. Снимаю шляпу». С этими словами я поклонился. «Как бы оно ни было, я убью вас. Хотя жаль. Особенно тебя, Узума Кибарута». Проговорил Ааа. «Это из-за того, что у нас у обоих увечья?» Поинтересовался я. «Да. Плюс ты ищешь ребенка, который пожить толком не успел. Поэтому и жаль». Ответил Ааа. В ответ на это я рассмеялся. «Что смешного?» Спросил он. «Просто ты так говоришь, будто реально можешь нас убить». Ответил я, ухмыляясь. «Не думаешь, что слишком самоуверен?» Проговорил Ааа. «Нет. Что ты? Просто ты на самом деле просто слабачок. И дабы подтвердить это я до самого конца не буду использовать свою полную силу». Ответил я. В ответ на это он начал стрелять в меня, однако я переместился к нему за спину с помощью техники летящего бога грома и разрубил ему оружие катаной с фиолетовой молнией. Но я решил испытать навыки Сумири и закрепил небольшой чип к нему на руку. Затем я открыл телефон и начал говорить. «Сумири, будь доброй и подключись к имплантам того старика и выруби их». Проговорил я. «А чь-эм ты?» Проговорил он, но затем у него отказала рука, а после нога и в с остальное, кроме легких. «Спасибо, кибербогини!» Ответил в телефон я. «Ч-ч-ч-что ты сделал?» Проговорил озлобленно он. «Это в чего лишь моя союзница. Видишь ли, даже став инструментом кара, ты не перестал быть человеком. У тебя есть очень много недостатков. Хочешь поведаю тебе об одном из них перед смертью?» Предложил я. «Издеваешься?» Прокричал он, что он есть мочь. «Нет. Но ТВС же послушай. Твой порог в том, что ты подумал, что мы с тобой похожи. Это не так, иначе ты бы не проиграл». Ответил я. «Баруто. Лучше захватить его в плен». Проговорил конохомыру. «Как хотите. Мне плевать». Ответил я. Вдруг перед нами появился неизвестный человек в маске и плаще. Ну наконец-то появился хоть кто-то посильнее муравья. Проговорил слегка раздраженный юл. «Удивительно, на что способна Сумми Кокей. Это где ты создал киберскелет?» Поинтересовался он. «Можно я так сказать? Но вот кто ты?» «Это очень хороший вопрос». Проговорил я. «Позвольте представиться. Внутренний член Кара – Кашин Каджи». Представился он. «Ну повесели меня». Проговорил я, создавая клонов. Вот только сейчас я активировал Джолган. Когда он попытался ударить меня, то я просто уклонился. Однако мои клоны не атаковали. Мы сражались в Тайджицу. И я откровенно говоря сильно давил его. Затем он отскочил. «Что-то с тобой не так. Ты слишком сильный в Тайджицу.» Ответил Кашин. «А ты не знал, у моих клонов общее зрение, как у телефонных гата. Вот только уродливые стержни мне не нужны». Проговорил я и продолжил нападать. Он держался весьма неплохо, но он проиграл. «Внезапно на мне появилась механическая жаба. Элемент огня, жабье пламя. Произнскаджи я загорелся. Может в Тайджицу ты силь. Но неуязвимости к огню не проговорил он. Но внезапно метко загорелось синим к пламени, как не бывало. Жабье техники. Только подверженные метаморфозу. Проговорил я и напал на него. От одного удара противник отлетел на несколько метров. «Карма. Интересно. Я считал, что Узумаки Наруто убил мамушеки. Но это ты. В таком случае откланяюсь». Ответил он и исчез. «Хм, значит карма». После этих слов я вырубился. Я проснулся через несколько минут, но рисунок уже исчез. Давненько меня не вырубала. Проговорил я. Внезапно Джо Лаган сам активировался. Я заметил другую дорогу. Сердце начало бешено колотиться. Я слез с Конохомару и будто в трансе пошел к источнику этого чувства. «Эй, Баруто, куда ты?» Обеспокоенно спросила Сарада. Но я не обращал внимания. Моими действиями управляли лишь чувства и вдруг я увидел кратер, в котором лежали двое человек. Один был пацаном, а другая девушка. Подойдя ближе я начал рассматривать их обоих. «Странно, у него такая же метка, как и у Баруто», — проговорил Конохомару. Но я рассматривал девушку. Ее волосы, рожки, чистая кожа и аура прекрасного. Нет никаких сомнений, это точно девушка из моего сна. Я чувствую. Мы с ней точно как-то связаны. «Эй, Баруто, ты в порядке?» Спросила обеспокоенно Сарада. «Сарада, я наконец на шею. Я нашел мой свет». Проговорил я из моего глаза, выкатилась слезинка. «Да, АЧМ, ты? Ты знаешь, кто она?» Спросила Сарада. Но мне было, мягко говоря, плевать на Елепет. Вдруг девушка вскочила, как ошпаренная. «С тобой ВС хорошо?» Поинтересовался я. Но вместо ответа она кинулась на меня с объятиями. «Наконец-то я нашла тебя». Жалостно проговорила она. Я угнил ее в ответ. «Больше не отпущу, мой рыцарь». Проговорила она. Внезапно пацан тоже очнулся. Вдруг он выпустил волну энергии и под ним образовался кратер. «Я заблокировал этот уар для нас». «Кто вы?» Спросил он. «Ты охерил так на людей кидаться?» Проговорил озлобленный я. «Ты к кому руки тянешь, засранец?» Проговорил озлобленный он. «А ты что против имеешь?» Проговорил я. «Юмика, что с тобой делал этот парень, пока я был в отключке?» Поинтересовался он. «Ничего. Успокойся. Он мне не враг». Ответила она. «Вот значит как?» «Юмика. Красивое имя». Проговорил я. Она была одета в черное платье и точка так, сместился от ни на метр или за хреначу. Проговорил озлобленный он. «Ру, какой энергичный пацан. Но ты уверен, что находишься в том положении, чтобы мне угрожать?» Проговорил я. «Используй пустоту. Так я назвал технику, которая не пропускает урон. Схватил пацана за горло и начал дышить. «Знаешь, я мог бы тебе пробить бошку, но так как я нашел юмика, то так и быть пощежу. При условии если не станешь буянить». Проговорил я. Внезапно в меня прилетела пуля из чакры. «Я отпустил пацана. Чаир ты. Только тебя здесь не хватало. Проговорил озлобленный он. Затем эти двое начали драку. Внезапно у меня и у него распространилась карма. Надо же. У тебя тоже она есть. Придум на вашу базу, я кое-что попробую». Проговорил я юмика. Я погладил ее. Сердце бешено колотилось. Хотелось прям здесь ее расцеловать. Но без ее согласия я ничего не собираюсь делать. Ну хватит меня так смущать. «Я вэс понимаю, подавай поговорим немного позже». Ответила она. Ну а тем временем пацан смог справиться с противником, но вырубился от истощения. Затем мы перенесли их в деревню. За этим пацаном следил отец, а за юмика Саски. Я же находился в зале, где проходил совет Каги. «Ну и что вы думаете об этих двоих?» Проговорил отец. «Я не понимаю, почему ты до сих пор не поместил их под стражу. Ладно, пацан. Но девку-то точно в кандалы посадить надо». Проговорил Райкаги. «За языком своем следи». Проговорил угрожающий я. «За ними обоими охотились, мне они чем-то напоминают меня. Особенно это касается парня». Ответил он. «Я понимаю тебя. Мне это знакомо, я ведь тоже джинчарики». «Но Наруто, мы оба знаем, какую угрозу могут представлять Ацуцуки». Проговорил Адгара. «Я стерпел. Я не знаю, как с ней поступить. Честно говоря, не думаю, что справляюсь с ней. Поэтому по-хорошему нужно либо посадить под стражу, либо казнить». Проговорил он. «От этого я не на шутку взбесился». «Захлопни свой поганый рот, черн. Вы не смеете и слова плохого говорить, Аймика». В порыве ярости выпалил я. «Парень, успокойся. Ты же сражался с Ацуцуки и представляешь масштаб угрозы». Проговорил Ацучи и Каги. «Если посмеете их хоть пальцем тронуть, я сделаю ВС, чтобы убить каждого, кто здесь присутствует». «И плевать я хотел на то, что вы Каги. Ради Аймика и умереть не жалко?» Ответил я. «Выпускаем мощную ауру чакры. Полегче, Баруто. Здесь стоит вопрос безопасности планеты. Так, что твоим мнением здесь особой роли не играет». Ответил Наруто. «Я сказал свое слово. Если тронеть я, то погибнут здесь все, кроме Наруто Узумуки. Хотя и он скорее всего руки лишится». Ответил холодный я. «Вот это дерзость. Бросить вызов Петерке Каги. Это смело, но глупо». Ответил Рай Каги. «Я вам на экзамене на Чунина ясно дал понять, что я сильнейшая после Наруто и Саски. И мне глубоко насрать на то, что меня будет презирать весь мир или что-то в этом духе. Я готов на это пойти». Проговорил максимально серьезную. «Стоять, я тут только что осознал. Баруто, ты что влюбился в эту девчинку?» «В докладе Конохамару было сказано, что ты выявил себя странно, но неужели?» Спросил отец. «Да. Я влюблю в Юмико.» Ответил решительно я. «Наруто, у меня есть предладение. Как расчет позволить ей жить, но отвечать за ней будет Баруто?» Предложил Шакамару. «Хмм, сын справишься?» Спросил отец. «Конечно». Ответил я. «Этот пацан и Юмико теперь жили вместе с нами. Однако сейчас я и Юмико сидели на скалах Хакаги. Надо же признаться такому перед этой Петркой Каги». Проговорила она. «А ты как об этом узнала?» Спросил удивленный я. «Это благодаря моим глазкам. Я могу объединять органы чувств с теми, кто взаимодействовал с моей чкурой. При условии, что они находятся не дальше, чем в пяти километрах от меня». Ответила Юмико. В ответ на это я снял бинты с правой стороны лица. Там уже горел джолган. «Юмико, скажи, ты что-нибудь знаешь об этом глазе?» Спросил с надеждой я. «Прости, но я ничего не знаю. Хотя может и знала когда-то». Ответила она. «А чм ты?» Поинтересовался я. «Я уже давно поняла, что эти ублюдки из кары удалили мне память. Из прошлой жизни я запомнила только сон, в котором некий каштановый волосый силуэт спас меня. Лишь этот силуэт не давал мне потерять надежду. И как оказалось не зря». Ответила она. «Ясно. Но думаю нас есть будет шансы узнать про этот глаз побольше. А пока нужно жить настоящим. Ответил я. Подожди. Не закрывай лицо». Проговорила она. «Ложись». С этими словами она похлопала себя по ноге. Я не стал сопротивляться ЛГ. Затем она начала меня гладить. На время я забыла обо всех проблемах в мире и отдался моменту. Вдруг она взяла мою руку и начала вливать свою чакру. А я и не сопротивлялся. Затем я посмотрел на руку. Метка кармы слегка изменилась. Вокруг не были некие символы. «Что ты сделала?» Спросил я. От нашего учного я слышала, что карма – это механизм перерождения Асуцуки. Я лишь сделала так, чтобы Асуцуки не переродился, а ты мог использовать силу кармы. Однако эта печать не вечная. Чем больше будешь использовать карму, тем слабее будет печать. Я лишь выиграла время. Ответила она. «Ясно. Я уверен, если разгадать тайну этого глаза, то мы сможем остановить процесс возрождения». Ответил я. «Я тоже на это очень надеюсь». Ответила Юмика. Так мы и пролежали до вечера. Затем мы отправились домой. Внутри уже сидел пацан. Видимо они ужинали. «Мы дома». Проговорил я. «А братик, кто это с тобой?» Спросил Хима. «Познакомься, это Юмика. Она, можно сказать, моя девушка». Ответил я. В ответ на это Хима улыбнулась шиперской улыбкой. «Ночью к нам в комнату не заходить». С улыбкой проговорил я. «Эй, вам ведь по двенадцать. А я еще дедушкой не готов становиться». Проговорил отец. «Наруто, он шутит». Ответила мать. «Ага. По крайней мере, сейчас мне не до этого». Ответил я ему сели за стол. «Я тут спросить хотел, чё у тебя с глазом?» Спросил он. «Для начала хоть имя святого скажи». Ответил я. «А да. Меня Каваки звать». Представился он. «Баруто». Представился я. «Так что с глазом?» Спросил Каваки. «Я потерял его в бою». Ответил я. «Но это только официальная версия. На самом деле я скрываю свой глаз. Я не хочу, чтобы кто-то узнал мой секрет. Однако это не касается Юмика. Только ей и нескольким другим людям я показал свой глаз. Скорее всего, Шенки тоже его видел. Ответил я. «А в тот раз, когда ты схватил меня за горло, ты использовал его?» Спросил он. «Верно. Но попрошу об этом не распространяться». Проговорил я. «Не волнуюсь, секреты я хранить умею». Ответил он. После ужина все занимались своими делами. Я и Юмика решили сходить погулять. Ну а после прогулки мы расположились в моей комнате. Я постелил футон на полу, а Юмика расположилась на кровати. Я заснул. От лица Каваки. Ночью я встал, чтобы сходить в туалет. Я был сонным. И случайно перепутал двери. Это была комната Барута. Когда я открыл дверь, вошли, Барута поднялся и посмотрел на меня. Однако его взгляд был горделивым, холодным, бесчувственным и настолько устрашающим, что я упал. Перед глазами всплыл образ Джигена. Хотя этот пацан намного страшнее, чем он. В его взгляде прямым текстом читалось, «Я тебя убью». Я поспешил закрыть дверь и убежать как можно дальше от этой комнаты. Страх вот что завладело моим разумом. Страх перед этими глазами. В это же время от лица Барута, мне снился сон. В НМ я оказался в космическом пространстве. Передо мной стоял неизвестный Асуцуки. В его глазах горело два Джолгана. Два рога были подобны короне. Узумаки Барута, рад наконец видеть тебя. Проговорил он. «Кто ты?» Спасил я. «Это не важно. Барута, ты большой молодец. Ты неплохо овладел этим глазом. И так правильно делаешь, что скрываешь его. Не стоит пока привлекать внимание. И прости, пожалуйста, моего починного. Хоть может показаться, что у него скверный характер. Но на самом деле это не так. Проговор Тлон, указывай мне на карму. Так мамошеки твой починный. Удивленно произнес я. Хм, считай это моим подарком за спасение дочери. Проговорил он и мы переместились в мою комнату. Она так же прекрасна, как и ее мать. Надеюсь у вас ВС получится. Я даю вам полную свободу действий. Мне будет очень интересно, как вы вдвоем бросите вызов всему миру. Проговорил Асуцуки. После его слов я проснулся. Джоу Лаган горел, но я все равно смог заснуть. С утра я вновь перевязал глаз бинтами и разбудил Юмика. Солнышко, вставай. Проговорил я, поглаживая. Барута, отнеси меня на руках. Попросила сонно она. Я конечно взял ее на руки, но она быстро слезла. Я пошутила, но все равно спасибо. Проговорила Юмика, кокетливо улыбнувшись. Затем она начала переодеваться. Я естественно отвернулся. Я рада, что ты оказался джентльменом. Но в будущем я так и быть разрешу на меня пялиться. Проговорила она. Хм, я уже представил тебя в бикини и слюнки текут. Ответил я. Пошли, мы из вращуга. Наверняка твоя мать Уди приготовила завтрак. Ответила Юмика. Но для начала я пойду в душ. После этих слов она ушла. Я же продолжил бинтовать глаз и брать необходимое снаряжение. После я тоже пошел в душ, благо Юмика уже закончила. После всех водных процедур я спустился вниз. После завтрака мы впятером пошли на тренировочную площадку. Химатаки решила посмотреть как я дерусь. Ну что Барута, как я и обещал будет тренировочный спарринг. Проговорил отец. Оха. Надеюсь в этот раз я заставлю тебя активировать режим Курамы. Проговорил я. Мы начали сражаться. Я сразу создал теневых клонов, чтобы видеть его движение. Вот он попытался пробить мне удар в челюсть, но я уклонился, пнул его в живот. Но это было только начало. Черная молния. С этими словами я ударил его, вот только в этот раз меня остановила рука из чакры. Однако черная молния просто разорвала эту руку. Ну и мощь. Если бы вовремя не прикрылся, ходить мне с дырявым пузом. Ответил он. Но я не собирался прекращать. Я достал катану и начал его атаковать. Я зарядил ей фиолетовой молнией. Поэтому он раз за разом уклонялся от нее, однако я лишь отвлекал его, пока клон сзади использовал технику усиления. Однако Наруто использовал теневого клона, но это лишь немного снизило урон и противника впечатало в дерево. Вдруг он возник сзади меня с Расенсурикиным бомбой хвостатых. Но я даже не обернулся. Всю атаку поглотила пустота. Атакам подобного уровня меня не задеть. Придумай что получше. Проговорил я. Как ты смог заблокировать атаку? Я упредельно попал. Я думал предцессауру звать. Проговорил отец. Не думай. Я нападаю. С этими словами я метнул в него катану и переместился к ней с черной молнией. На этот раз он просто рукой перенаправил мою атаку в землю. Но внезапно в него прилетел Росинган. И он меня отпустил. Баруто, ты чего там копаешься? Активируй карму и разберись с ним. Проговорил Каваки. Он прав. Хоть я и сказала, что чем чаще, тем хуже, но это не значит, что и нельзя использовать. Ответила Юмика. Дельта. Я бы и рад. Вот только пока не могу активировать я по своей хотелке. Точка ответил я. Если я еще не привык, то так и быть под саблю. Ответил Каваки, активируя карму. На моей руке тоже начала распространяться метка. Внезапно я почувствовал прирост к чакре. Ну, попробуем. С этими словами я влил чакру в печать. Внезапно время замедлилось в несколько раз. Я подбежал к отцу и выполнил несколько комбо. Через 10 секунд время вернулось в привычном течении, а отца откинуло на приличное расстояние. Вот это скорость. Проговорил удивленно Каваки. Неа. Не скорость. Время. Ответила Юмика. Я же продолжил свою битву. На этот раз отец использовал несколько бомб-хвостатых, однако я поглотил их и использовал большой рассинган. Однако он уклонился. Думаю стоит закончить. Проговорил я. Неужели выдохся? Спросил он. Нет. Просто и так понятно кто победит. Ответил я. Ты уверен? Спросил он. Дави на меня чекрой. Да. Я ведь даже инверсии не использовал. Хватит. Иначе наша битва понесет за собой колоссальные разрушения. Ответил я, вновь останавливая время. Я лишь коснулся его плеча. Давай отдохну. Проговорил я. Да. Ты прав. Я заигрался. Ответил он. Браво. Ты сходу овладел первой способностью. Это очень похвально. Проговорила Юмика. Я вот тут распинаюсь какой я охрененно сильный. О твоих способностей не знаю. Ответил я. Хм. Скажем так. Если бы я дралась с Джигеном на полную, то скорее всего он проиграл бы. Вот только чертов Амада смог поставить на меня ограничители. Поэтому я не могу сражаться на полную. Ответила Юмика. Ясно. Тогда в подарок тебе я захвачу Амада и заставлю снять ограничители. Проговорил я. Спасибочки. Внезапно раздался взрыв. Из облака пыли показалась некая женщина. Дельта, сука. Яростно проговорила Юмика. Давненько не виделись. Чего ты сбежала? Нам же было так весело. Проговорила Дельта. Кто это? Поинтересовался я. Это Дельта. Одна из внутренних. Ей способности были скопированы у меня. Из всех членов кара, я ей больше всех ненавижу. Проговорила Юмика. И что же у нее за способность? Поинтересовался я, но Дельта выстрелила в меня лучом. Я же заблокировала его пустотой. Ей луч уничтожает материю на клеточном уровне. Проговорила Юмика. Ясно. Тебя кажется Дельта звать. Давай немного поиграем. Проговорил я. Пацан, мне не до тебя. Я должна вернуть сосуд и эту стерву. Ответила Дельта. Однако я просто выкрутил ей руку. В вашей организации все такие тупые или ты особенная? Проговорил я. Вдруг она оказалась вблизи меня и начала бить. Однако ни один удар не достиг цели. Хоть способности Юмика и копировали, я не чувствую вообще ничего. Точка ответил я. Как? Я била в полую силу, а ты вообще не сдвинулся. Уж слишком-то сильен. Проговорила Дельта. Если в каре все такие слабые, то мне не нужно тратить время на них. Достаточно будет прикончить Джигена. Ответил надменный Ю. Смешься надо мной. С этими словами она выпустила в меня свои лучи в упор. Но вновь атака не достигла цели. Мы это уже проходили. Давай что-нибудь новенькое. Проговорил я, бросаясь на ней с черной молнией. Вдруг она превратила свои ноги в некое подобие конечности каваки. Детские шалости. Ответил я и просто отломал ей ногу, а затем, приблизившись, я использовал инверсию и уничтожил я тело. Ей повезло, ведь она умерла почти без боли. Точка проговорил надменный Ю. Баруто, ты что делаешь? Я хотел ей допросить. Проговорил отец. Она сама виновата, что была такой слабой. Ага, Наруто, сколько было. Я даже не восстановившись могу побеждать таких противников. Какая скука. Проговорил я. Затем Наруто решил тренировать каваки, а я с Юмикой решили пройтись по магазинам. Мы сидели в кафешке. Я решил заказать бургер, а Юмикой поедала пироженое. Оказалось, она та еще сладкоышка. Внезапно карму активировать сама собой. Вдруг я почувствовал огромное давление чакры. Юмикой, Идм. Проговорил я и мы понеслись, что он есть мочек дому. Это точно чакра Джигена. Нет никаких сомнений он пришел за каваки. Проговорил Юмикой. Тогда ускоримся. С этими словами я взял ее на руки и замедлил время. В конце концов мы успели, однако Джиген уже забрал отца. Дьявол. На несколько секунд опоздали. Проговорил разочарованно Юм. Внезапно нас всех схватил теневой захват. Ну и что ты делаешь, Шикомару? Поинтересовался я. Я с самого начала не доверял им двоим. Особенно тебе, девчонка. Каваки, ты был очевидцем. Дай показания. Проговорил Шикомару. Джиген появился из моей кармы. Они начали сражаться. Из-за этого они попали в другое измерение. Больше я ничего не знаю. Проговорил он. Ясненько. Каваки, говоришь Джиген пришел из портала. Тогда вставай. Мне нужна будет твоя помощь. Проговорил я, активируя карму. Оха. С этими словами мы открыли портал. Стоять. Я не разрешаю вам идти. Проговорил Шикомару. Захлопнись. И поэшел вон с газона. С этими словами я запрыгнул в портал. За мной Мик и остальные. Мы оказались в каменной пустоши. Что? Не похожи вы на Саскиучиху? Странно. Не думал, что лист отправит спасать Хакаги детей. Проговорил мужик. Каваки, кто это? Поинтересовался я. Это один из внутренних, Бора. Ответил он. Ясно. И лишь значит на тебя время трат. Проговорил раздражный юм. Вы же за этим пришли. Тогда ловите. Проговорил он, кидая в нас некий черный чан. Внутри был отец. Я понял это, так как протез вновь активировался. Однако Бора внезапно исчез. Ясно. Это была приманка. Проговорил я. Вдруг под нами разрушилась порода и из него вылетела стихия лавы. Однако Каваки быстро и поглотил. Я же начал нападать на этого мужика. Черная молния и СНС ему полтела. Однако он вмиг регенерировал. Какая мощная техника. Жуть. Проговорил он. Затем Бора сложил какие-то печати и из его тела вылетел черный туман. Однако он не мог мне ничего сделать из-за пустоты и я просто использовал инверсию. Однако противник вновь регенерировал. Зараза. Придется задержаться. С этими словами я обновил катану и написал ей фиолетовой молнией. Каждый мой удар сопровождался взрывом. Плюс ко всему ребята помогали. Техника за техникой мы заставляли его отступать. Но он в СНС регенерировал и регенерировал. Рассинганы, чадари, техники воды и ветра не действовали. Я даже применил технику усиления, но и она лишь ранила его. Блин, похоже только это и остаться. Проговорил я. Что ты задумал, Борута? Поинтересовались ребята. У меня есть техника, которая убьет его наверняка. Но вы должны отвлечь его. Сколько сможете? Деритесь не переживая. Проговорил я. Оха. Ответили все и кинулись на Бора. Змейные молнии, огненные шары, алые сферы начали летать и крушить ВС подряд. Но он смог отравить всех, кроме Митсуки и Мика. Они и спасли Кавыки с Сарадой. Стоп, а где пацан? Проговорил удивлено он. Техника аннигиляции, пурпурной. Проговорил я. После вылетела пурпурная сфера и уничтожила Бора. Эта техника съедает огромное количество чакры. Вдруг открылся портал. Из него вышла Дельта. Признаю, ты неплохо сражался, однако что ты сделаешь теперь? Спросила она, избивая меня. Я давно потерял сознание. Она продолжала меня бить. Избиение не могло продолжаться долго. Внезапно Борута исчез из поля зрения Дельты и открыл портал, из которого выпал Наруто. Вот же Чаэрты. У него слишком мало чакры. Проговорил мамушеке. Затем он прикоснулся к печати на животе Наруто и поглотил немного чакры. Прекрасно. Этого хватит. Проговорил Мума. А о Суцуке? Удивленно спросила Дельта. А ты лишь здесь. Мелкая насекомая. Ты хорошенько поколотила этого парня. Понравилось? А теперь попробуй выдержать хотя бы пять моих ударов. Ответил он. Внезапно мамушеке оказался перед Дельтой и ударом руки сломал ей в сербера. Затем он взял ей руку и просто оторвал. Затем, взяв голову, он начал колотить ее об землю. И после этого он встал над ней. Росинган. После этих слов Ао Цуцуке сформировал гигантский Росинган и уничтожил Дельту. Затем он начал подходить к Юмико. Мои искренние извинения, господа Юмико. Я знаю, что вы имеете чувство к этому человеку, а я поставил на него карму. Проговорил он, сложив руки в почтительной манере. Ты знаешь меня? Спросила она. Неужели Ишики удалил вам память? Поинтересовался он. Да, я знаю, что память у меня страли. Но неужели мы были знакомы? Поинтересовалась Юмико. Да, мы были знакомы. Однако сейчас это не важно. У пацана есть год. У меня, конечно, есть план, но вряд ли он вам понравится. Проговорила Ацуцуке. Что за план? Спросила она. Всему свое время, госпожа. Ответил он и исчез, оборудок упал на Юмико. Она обняла его. Бедный ты мой. Надеюсь, что он не обманывает. Проговорила Ацуцуке. Через пару минут Бару уточнулся. Что произошло? Спросил я. Юмико удивленно посмотрела на меня. А затем обняла и сказала, ты победил. Я тоже и обнял. Кавыки, пора домой. С этими словами я взял отца. Затем мы с Кавыки открыли портал и переместились в деревню. Медики забрали отца, а мы с Юмико пошли на скалы Хакаги. Я не был ранен, как и Юмико, поэтому мы решили провести время вместе. Баруто, скажи, как ты планируешь сражаться с Джигеном? Поинтересовываясь Юмико. Хм, для начала нужно захватить Амада, чтобы он снял с тебя ограничители. Вдвое у нас больше шансов на победу, хоть и предцы подвергнут тебе опасности. Ответил я. Хихи. Ты такой забавный. Разве я не дала понять, что пойду за тобой в огонь и в воду? Ответила она. Я рад, что у меня есть ты. Ответил я. Через несколько дней со мной связалась Инна и попросила зайти в резиденцию. Перейдя в допросную, я увидел всех остальных, а в комнате сидел неизвестный человек. Юмико, кто это? Поинтересовался я. Это Амада. Тот ублюдок, что ставил на мне опыты. Проговорила разозлила она. Так это он поставил тебе ограничители. Проговорил я. Ага. Ответила она. Затем я просто пнул дверь в допросную. Здоров, Амада. Проговорил я. Привет, Барута. Ответил он. Давай на чистоту. Снимай ограничители с Юмико. Потребовал я. Только после того, как получу официальные документы. Ответил он. Шикомару, почему ты их до сих пор не сделал документы? Спросил угрожающим голосом я. Они делаются. Но не врывался так больше. Ответил он. Не указывай мне, что делать. Ответил я. Через пару минут принесли документы. Амада их проверил. Чтож, ВС в порядке. Юмико, зайди сюда. Позвал он. Затем подошла Асуцуки. Он взглянул ей в глаза и произнес, вернись к истоку, внезапно в воздухе повисло большое давление чакры. У Юмико сами собой активировались глаза. Золотые зрачки с алыми кругами. Мой Джо Лаган как-то странно среагировал на Есилу. Вдруг в моей голове зазвучал голос мамушки. Значит, я не ошибся. Твой глаз действительно реагирует на королевскую кровь. Проговорил он. Что за королевская кровь? Спросил я. Всему свое время мальчик. С этими словами он перестал говорить. Вот уж не думал, что Есила настолько зашкаливает. Проговорил Амада. Наруто и Саски напряглись. Вдруг и Мико прикоснулась к Амадо. Вернее к его правому плечу. Давай на чистоту. У меня жесть как чешутся руки прихлопнуть тебя. Однако я знаю, что ты в любой момент можешь вернуть ограничители. Если не снимешь их полностью, то точно убью. Поверь секунды мне хватит. Проговорила озлобленная Мико. А ты разве ешь не поняла? Я сняла ограничители не совсем. Только у тебя есть такая функция. Ответил Амада. Юми, пожалуйста успокойся. Он нам ешь нужен. Проговорил я, кладя руку ей на плечо и поглаживая. Фух, Баруто, ты единственный, кто может меня успокоить. Проговорила она. Я вижу, ты нашла себе рыцаря. Поздравляю. Проговорил учий. Заткнись. Мне твои поздравления ни к чему. Ответила она. Затем Амада начал свой рассказ. Через полчаса. Ясно. Значит нужно только убить этого Ишики. Легче ихква. Проговорил я. Оха. Вот только он влегкую одолел твоего отца и учиху. Ответ Амада. А ты ешь не понял. Сейчас я Юмика сильнейший в Канохе. Ответил я. Я осведомлю на твоих способностях, но ты уверен, что сможешь его одолеть. Поинтересовался Амада. В одиночку не смогу, но мы с Юмика уже давно в Эс решили. Проговорил я. Нет. Я запрещаю. Ответил Наруто. Отец, ты уже не молодой. Иди завари чайку. Сядь в кресло-кочелку и статьи за кадром. Ответил я. Что? Проговорил удивленно он. Ничтакай. В битве вы оба просто будете мешаться. Ответил я. Наруто. Я засекла неизвестную чакру. Она очень огромна. В небе над деревней. Враг здесь. Проговор Тлаина. Юмика, пошли. Проговорил я. Тем временем Мошики крушил деревню. Так это ты тут хулиганишь? Спросил на обмен Мью. Хм, Баруто Узумуки. Сосут мамушки. Рад встреч. Но я думал, против меня выступят Хакаги и Очиха. А они решили прикрыться за спинами детей. Жалкое зрелище. Ответил он. Довольный слов. Я желаю сразиться. Проговорил я. Обножил Катану. Он же в ответ метнул в меня колья. Однако каково было его удивление, когда я поймал одну из них и им же отбил второе. Попался. Ублюдок. С этими словами Юмика телепортировала его. Я отправился за ними. Ишики, ты идиот. У тебя нет ничего своего. Чакра от десятых истого. Тело Джигена. Я подозреваю, что этот глаз тебе тоже не принадлежит. Проговорил надмин Мью. Завались, мелочь. Да что ты обо мне можешь знать? Я трудился как мог, чтобы получить то, что имею. И ты не смеешь меня упрекать. Поговорил разъяренный о Суцуке. Похоже, до тебя так и не дошло. С этими словами я снял повязку. Возрадуйся, оничтожный. Ты будешь лицезреть глаз Бога. С этими словами я активировал Джолгом. Ч-ч-ч-что? Не верю. Откуда он у тебя? Неужели он обо всех догадался и прислал убить меня? Спросил испуганно Ишики. Я не понимаю, о чаем ты говоришь. С этими словами мы с Юмика бросились на него. Она атаковала его черными лучами, однако тот уклонялся. Было странно, почему он уклонился. Я атаковал его в Тайдюцу, а Юмика попыталась пронзить его черными штырями, но он уклонялся. Тогда я просто поставил перед ним пустоту. Вдруг он расколол пространство и попытался ранить меня осколками. Однако пустота поглотила весь урон. Не думал я, что встречусь здесь с Джолгом. Какие депроблемные детки попались. С этими словами он собрал вихрь пространства и метнул его в меня. Мне пришлось уклониться. Однако, когда противник был сосредоточен на мне, Юмика использовала некую способность своего глаза и оставила на ином какую-то метку. После этого давление его чакра снизилась. Я же распространил карму. Вот сейчас начнется настоящий бой. Я замедлил время и переместился к противнику, а затем использовал технику усиления и тот отлетел на несколько метров с ужасными ранами. Вот уродцы. Проговорил озлоблено и шики. И чего это родные за нас беспокоились? Проговорил я. Верно ведь ты просто. Проговорила Юмика. Слабачок точка. Проговорили мы в один голос. Надменная сволочь. Я покажу вам, что значит сила. С этими словами он начал формировать звезду из осколков в пространство. Позволь мне. С этими словами Юмика создала барьер. И когда в барьер врезалась звезда, она была полностью уничтожена. Моя врожденная техника это распад материи. Даже пространство я могу уничтожить. Проговорила Юмика, используя несколько черных лучей. Я вылетел из барьера и вновь продолжил избивать и шики. Было очевидно, кто из нас сильнее. Хоть он и использовал пространственные атаки, я с легкостью читал их и уклонялся. Однако внезапно он сжал гравитацию в своей кулаке и создал черную дыру. Но он не смог меня даже поцарапать. Мне скучно. Проговорил я и сбил его с ног. Затем я начал просто избивать его ногами по лицу. Сдохни, во имя моего величия. Проговорил я, используя инверсию. Однако я не бил его. Однако он получил невероятно серьезные ранения. Внезапно я почувствовал слабость. Тело окаменело, а Джо Лаган деактивировался. Я пытался замедлить время, но ничего не вышло и шики пронзил меня. Ублюдок! Яростно закричал Юмик и начало сражаться с ним в ближнем бою. Однако я этого не видел. Буквально пару секунд. После этого я очнулся, а в груди была заплатка из кармы. Время остановилось и появился мамушеки. Хм, вы с так как я и рассчитывал. Можешь считать это жестом моей доброй воли, человек. С этими словами он исчез. Ну а я встал как ни в чай, он не бывало. Что? Я же убил тебя. Как ты жив? Спросил из шики. Неважно. Ведь я и сам не знаю, но теперь тебе точно конец. С этими словами я вновь активировал Джонго. Однако плюс ко всему у меня вырос рог, однако мое тело было под контролем. Начинмо. С этими словами я выпустил огромный Росинган. Но он смог его уменьшить. Однако это был только отвлекающий манвор. Я же появился у него за спиной. Техника усиления, красный. Проговорил я. А Юмико спереди атаковал его черной сферой. В итоге шики распался на атомы. А говорили, что сильный. Просто массовка, хотя нервишки он не потрепал. Проговорил я, деактивируя корму и глаз. Как ты выжил? Я видела, как этот ублюдок пронзил так тело. Проговорила удивленная Юмико. Благодаря мамошеке я воскрес и похоже стал куда сильнее. Ответил я. Ну и хорошо. Пора возвращаться. С этими словами она открыла портал. Мы появились уже внутри комнаты, в которой сидел Казани и остальные. Мы закончили. Проговорил я. Что? Неужели он МРТВ? Поинтересовался Квыки. Оха. Оказался очередным слабаком. Я надеялся, что он хоть немного посильнее, но он просто мусор. Гордыня. Кот. А это ещь кто? Поинтересовался я. Ещь один приближный Кара. Он надел неполноценные кармы из шики. Ответил Амада. Какая мне разница? Одним слабаком больше, одним меньше. Сейчас у нас есть такая мощь, что нас победит разве что Бог. Ответил я. Согласна. Тем более на его силе стоят ограничители. Проговорил Эмика. Не стоит его недооценивать, ведь у него есть десятихвостый. И он был отчаянным последователем Асуцуки. Он от вас точно не отстанет. Проговорил Амада. Так даже проще. Если он заявится в деревню, то нам останется просто прикончить его. Уж если мы с шики справились, то с его собачкой тоже совладаем. Проговорил я. Ну и старшные вы детишки. Проговорил Амада. Да-да. Ответил я, уходя из комнаты. Мы с Эмика наконец решили появиться дома и привести себя в порядок. Мы дома. Проговорил я. Баруто. Ты совсем дурак что ли? Я не понимаю как Наруто мог вас отпустить на битву с врагом, который даже сильнее их дуэта с Саски. Проговорила мать, обнимая меня. Ну да будет тебе так переживать. Сейчас мы с Эмика сильнейшие. Проговорил я. После этих слов мать меня отпустила. Юмика, ты уж пригляди за моим сыном. Проговорила мать. Окей. Ответила Юмика. О, вот и вернулся. Проговорил отец. Оха. Но у меня появились некоторые вопросы. Проговорил я. Чтож, тогда давай поговорим за столом. Ответил отец. Мы перешли на кухню и уселись за стол. Для начала расскажи, с какими Асуцуки ты дрался в прошлом. Как они выглядят и какими способностями обладали? Поинтересовался я. Чтож, про какую ты наверняка и сам знаешь, но я расскажу о другом. Его звали Танири. Он считал, что остался последним из клана и хотел уничтожить землю. Он обладал особым дадзюцу, тенсиганом. Ну а выглядел как? Хм, светлые волосы, одежда монаха. Ну и в с. Ответил отец. Хм, ты убил этого Асуцуки? Поинтересовался я. Нет. В последнее мгновение он исправился, однако потерял тенсиган. Ответил отец. А где сейчас этот Танири? Поинтересовался я. А зачем тебе? Поинтересовался Наруто. Только Танири сможет дать мне внятное объяснение происхождением моего глаза и откуда пришла Эммика. Ответил я. Я, конечно, постараюсь с ним связаться, но если не получится, мы сможем попросить Саски переправить тебя на Луну. Ответил отец. Ясно. Ладно, мне еще нужно разобраться с Кодом. Ответил я. В это же самое время в измерении Девятихвостого отдыхал у красной лосой юноша. Внезапно он открыл глаза. Ну как ты там? Не хулиганишь? Поинтересовался Код. Но Десятихвостый только умолчал. Вот и молодец. Ответил Код. Внезапно моя карма засветилась. Затем из него возник дух из Шеки. Лорд Джиген, что с вами произошло? Поинтересовался я, стоя на коленях. Код, мой дорогой несовершенный сосуд. Я прощаюсь с тобой. К сожалению, им удалось меня убить, а потому прими мою волю. Принеси в жертву Барута вырасти плод чакры. Развивайся бесконечно и стань богом. Проговорил из Шеки. Затем он исчез, а я увидел последние мгновения его жизни. Узумаки Барута, я прикончу тебя, а Юмико принесу в жертву. Проговорил со злостью я. Я уже знал куда отправлюсь. С помощью царапин я попал в одну из убежищ Культобора. Меня встретили не самым лучшим образом, поэтому я убил всех и в конце концов добрался до цели. «Ты уверен?» «Ты точно хочешь пробудить я?» Поинтересовался Бак. «Действуй уже!» Ответил я. «За последствия не отвечаю!» Ответил Бак. И вот камера распахнулась, а из ней вышла девушка. «Ну привет, Эйда!» Поздоровался я. «Привет!» «И тебе привет, Бак!» Поприветствовала она, точка, полагая ты уже ВС знаешь. Проговорила она. «Да, но я не знаю, зачем ты меня выпустил?» Спросила она. «Боюсь одному мне не справиться». Я слышал, что Амада создавал киборгов, которые сильнее шики Самы. И тут я вспомнил, что Бор не уничтожил нескольких таких образцов, точка, ответил я. «Ясно, но вот одного ты не учил. Зачем мне тебе помогать?» Поинтересовалась она. «Назови цену!» Ответил решительно я. «Борута или Каваки?» «Ты должен отдать мне одного из них!» Ответила Эйда. «Борута я просто обязан убить!» «Так что забирай Каваки!» Ответил я. «Даже с моей помощью, я не думаю, что мы сможем хотя бы поцарапать Борута!» Уж слишком сильный его глаз, точка, проговорила Эйда, активировав Синрейган. «Неужели он настолько сильен?» Спросил я. «Именно!» «Скажу так, если бы он захотел, то мог уничтожить любую из пяти великих наций!» Ответила Эйда. «Ясно! Тогда нам просто нужно чуть больше союзников, да и ограничители мне нужно снять!» Проговорил я. «Для этого нужно сканирование сечать кегла Самада и кодовое слово!» Рассказала девушка. «Отлично! Значит нам нужно всего лишь незаметно снять ограничители, добыть побольше союзников и выкрасть для тебя принца! ВС предельно просто!» Ответил я. «Верно и со вторым пунктом я могу подсобить!» Проговорила девушка. «В смысле?» Поинтересовался я. «А ты освободи того, кто в соседней капсуле!» Я сразу же повиновался ей приказу. Словно не мог поступить иначе. Как только я вскрыл камеру, там никого не оказалось. Но внезапно я почувствовал тяжесть на своей шее. «Здоров!» «Ты новый парень-сестрица!» Проговорил детский голос. «Деймон, это дурная привычка прыгать на людей!» Ответила Эйда. «Прости, сестренка!» «Эй, надеюсь, у тебя с сестренкой ВС Сизна, иначе я тебя на кусочки разорву!» Проговорил нахальным голосом Деймон. «Слушай, а он правда твой брат?» Поинтересовался я. «Да. Деймон мой младшенький. Да вы уже перейдем в бар!» Проговорила она. «Хорошо.» Согласился ее. Мы с Эйдой сели за стойку, а Деймон плюхнулся на диван. «Не расскажешь о своих способностях, Деймон.» Попросил я. «А?» «Ну?» Но пацан не успел договорить, как его прервала сестра. «Братик, не стоит раскрывать все свои карты сразу!» «А тебе, кот, нужно знать только то, что это отражение урона!» «А моя способность и сновидение?» Ответила Эйда. «Да ладно!» «Хоть за дурака меня не держи!» Ответил я. «А чьем ты?» Поинтересовалась девушка. «Не придуривайся!» «Я уже давно заметила резкое влечение к тебе, хоть мы только недавно встретились!» Проговорил я. «Не веришь в любовь с первого взгляда?» Спросила кокетлива она. «Нет. Ничуть не верю!» Ответил я. «Хм!» «Но в данной ситуации ты прав!» «Однако не стоит забывать, что даже Асуцуки не лишены чувств!» Ответила девушка. «Ясно, так как ты с этим связана!» Поинтересовался я. «Это приворот!» «Ни пол, ни возраст не важен!» «Стоит мне посмотреть в глаза, как тот влюбляется в меня!» «Однако это не касается двух типов сердец, кровные родственники Асуцуки!» Объяснила Эда. «Ясно!» «Так вот почему с Деймоном все нормально!» «И кажется понял зачем тебе ковыки!» Ответил я. «Значит ты обо всех догадался!» «Но попрошу заметить!» «Если я сочту тебя помехой или мне покажется, что даже с полной силой ты бесполезен или представляешь угрозу, я тут же избавляюсь от тебя!» «Предупредила она хорошо!» «Тогда выпьем за моей местью твою любовь!» Ответил я, поднимая бокал с виски. «Оха!» Проговорила она и мы чокнулись. От лица Барута. Внезапно я почувствовал взгляд на себе. Словно кто-то подсматривает в некую щелочку. Но через пару секунд взгляд пропал. «И что это значит?» Проговорила задача на я. «Т-а-ч-а-эм!» Поинтересовалась Юмика. «Кто-то наблюдают за нами с очень большого расстояния?» Проговорил я. «Хм!» «Из всех членов кара, пожалуй, никто не обладает подобной способностью!» Проговорила Юмика. «Эй, если ты нас слышишь, и если ты связан с кодом, то передай ему послание. Приходи завтра ночью в западный лес Канохи. Бери кого хочешь, но я приду один. Коль хочешь расправиться со мной, то более удачной возможности у тебя не будет!» Проговорил я. «От лица кода, хм, Бору так он тебе угрожает!» Проговорил Пыда. «И что же он сказал?» «Поинтересовался я. Предложил встретиться в западном лесу. Сказал, что предай один, а ты можешь приводить кого угодно!» Ответила девушка. «А этот Бору-то довольно дерзкий пацан!» «Сестрнка, можно мне с кодом пойти?» «Я точно убью его!» Проговорил радостный Деймон. «А разве это не похоже на ловушку?» Проговорил я. «Нет. Скорее всего он действительно намерен убить тебя и просто решил не затягивать с тобой!» Ответила девушка. «Ясно. Тогда мне действительно стоит взять с собой Деймона. Боюсь только с его помощью я смогу победить!» Ответил я. «Хорошо, но не дай бог, что случится с моим братиком!» Ответила и «да». От лица Бору-то, я уже стоял в лесу. Я и вправду надеялся, что тот, кто наблюдал за мной, действительно связан с кодом. И вот внезапно я почувствовал два следа чакры. А я и не надеялся, что ты придшь!» Проговорил с ухмылкой я. «Узума Кибару-то. Сын седьмого Хакаги, а еще сосредоточение силы Эго. Приятно познакомиться!» Проговорил голос, выходящий из кустов. Я увидел двоих людей. Однако меня удивило присутствие Рибнка. «Честно, я ожидал большего от тебя, кот. Привезти на бой Рибнка. Хотя что еще ожидать от беспринципного фанатика?» Проговорил я. Но внезапно пацан атаковал меня. Однако каково же было его удивление? «Когда его удар не достиг цели. Он просто застыл в ударе. Не мешайся, мелочь!» Проговорил я, прижимая его к земле пустотой. Однако внезапно в меня прилетела атака с той же силой и скоростью, вот только она тоже не достигла цели и просто стала пытаться пробиваться сквозь пустоту. Однако ВС было тщетно. «Хм, так ты у нас отражаешь атаки!» Проговорил с улыбкой я. «Блин, так нечестно!» «Бить должен я, а не меня!» Проговорил он. «Это война!» «И здесь я даже Рибнка не пощажу!» Проговорил я, ломая ему конечность. Он вскрикнул от боли, но в последний момент кот вытянул его с помощью некой техники. «Хм, чем-то смахивает на технику летящего бога грома!» Проговорил я. «Димон, ты еще можешь сражаться?» Спросил кот. «Руку он мне сломал, но сражаться пока смогу!» Ответил пацан. Затем я переместился к ним и просто впечатал лицами в землю. Затем, когда кот поднялся на четвереньки, я сел на него. «Знаешь, чем мы с тобой отличаемся, кот?» Спросил я. «И чем же?» Спросил он, пытаясь спихнуть меня. Вместо ответа я впечатал его в землю, а затем поднял его голову и произнц, «Мне не нужны союзники, чтобы растоптать такую блохоу, как ты». С этими словами я со всей силы пнул того в голову. Внезапно сзади появился Димон и попытался пнуть меня, однако с помощью кармы я остановил время и уклонился, а затем впечатал в землю своего противника. «Да. Я не забыл о тебе. Видимо, с первого раза ты не понял». Проговорил я, пытаясь сломать ему вторую руку. Вдруг он вновь исчез. Но на этот раз вместе с ним телепортировался код. «Думаете, от меня можно сбежать?» Проговорил я. Но, к сожалению, их укрытие находилось слишком далеко. Я могу только отследить их местоположение. Надеюсь, ты хорошенько ВС рассмотрел. «Я иду за вами». Проговорил с нахальной ухмылкой я. От лица кода я переместился обратно в убежище. Там меня встретила Юда с довольно злобным взглядом. «Я же предупреждала, что если что-то случится с моим братиком, то ты сильно пожалеешь». Проговорила она. «Смешься надо мной. Если бы не я, то этот ублюдок убил бы твоего братца. А так мы еще и легко отделались». Ответил я. «Позже с тобой разберусь, а сейчас нужно завеличить руки Деймона». Ответил раздраженный «Да». В премии перепалки мы не заметили его одной фигуры, что сидела за барной стойкой. От лица Барута. «Догнал». Проговорил я. Все сразу обратили на меня внимание. Все присутствующие были ошарашены. «Не смотрите на меня так. Неужели вы и вправду планировали сбежать от меня?» Проговорил я. «Как? Как ты здесь оказался?» Спросил кот. «Техника летящего бога грома». Ответил я. «Не может быть. Телепортация между странами. Ты смешься?» Проговорил он. «Верно. Но я установил очень много меток летящего бога грома. Хотя чакры на такой перелом потратил немало». Ответил я, вставая со стула. «Продолжим. Стой. Прошу, пощаде моего брата и меня и можешь убить этого придурка». Проговорила девушка. «Назови мне хотя бы одну причину, почему я должен так делать». Поинтересовался я. «Мы с братом можем быть полезными тебе». Проговорила она. «Да ладно». Проговорил недоверчивый ю. «Я могу стать твоими глазами и ушами под всему миру, а брат может убивать тех, кто недостоин встречи с вами». Ответила испуганно она. «Ясненько. То есть вы желаете стать моими рабами, дабы спасти собственные шкуры?» «Вполне мудрое решение. Однако, у меня существуют заповеди. Поклоняйтесь Богу, восхваляйте Бога, докажите свою преданность Богу. Несоблюдение этих заповедей означает вашу немедленную смерть». Ответил надмин Мью. «Хорошо. Я согласна». Ответила она. «Хорошо, а теперь ты». Проговорил я, поворачиваясь к коду. Затем я вытянул вперед руку и произнес красный. В него прилетела алая сфера, однако он смог переместиться. «Ну и ладно. ВС равно ты скоро сдохнешь». Проговорил спокойно Юл. «Сейчас перенесемся в деревню. Там мы вылечим твои руки». Проговорил я. Через пару минут мы были у ворота деревню. Я сразу почувствовал на своей шее руки девушки. «Юмика, ты всегда знаешь, что мне нужно». Проговорил я. «Ну и кто эти двое?» Поинтересовалась она. «Это сообщники кода. Ответил я». «И что же они здесь делают?» Поинтересовалась Юмика. Они решили принять сторону улиста. «Вот я и веду их к отцу или дяди Шакамару». Ответил я. «Ясно. Тогда я с тобой. ВС равно заняться нечем». Проговорила Асуцуки. И вот через пару минут мы стояли в кабинете Хакаги, однако Юдая оставил за дверью. «Отец, у меня разговор». Проговорил я. «Что-то случилось?» Поинтересовался он. «Да. Я смог переманить сообщников кода на свою сторону». Проговорил я. «Что?» Спросил удивлено он. «Да. Вчера у меня была с ними стычка. И тогда я смог переманить двоих на свою сторону. Однако их способности слишком уж проблемны. Особенно у девицы. Влюблять в себя ясновидение. Но эта способность не действует на Асуцуки. Поэтому на мне инымика она не работает». Проговорил я. «Хм, ясно. Вот почему они стоят за дверью. Ну передай им, что я разрешаю им остаться. Вот только похоже тебе нужно будет круглосуточно наблюдать за ними». Проговорил отец. «Есть еще кваки. И как раз к нему она и питает нездоровый интерес». Проговорил я. «Значит она влюблена в него?» Спросил отец. «Именно. А кваки какой-никакая Асуцуки, поэтому может наблюдаться вместо меня». Проговорил я. «А если эти двое решат предать нас, то ты единственный, кто сможет с ними справиться?» Ответил он. «Ясно. То есть ты хочешь дать нам задание?» Проговорил я. «Именно. Думаю, совместное проживание сможет укрепить их скваки отношения». Ответил отец. «Я соглашусь, но какова же будет награда?» Поинтересовался я. «В смысле?» Поинтересовался отец. «В прямом. Миссия явно переваливает за С ранг. Поэтому награда должна быть соответствующая». Ответил я. «Чего ты хочешь?» Спросил отец. «Самый дорогой пентхаус на последнем этаже башни Катари. Плюсом сто тысяч йен». Ответил я. «Сто тысяч, конечно, не проблема, но пентхаус будет достать трудно». Ответил отец. «Ты серьезно? Ты мать его седьмой Хакаги. О твоей силе ходит молва по всему миру. Слегка надо видеть на нужные места и богачи мигом сдадутся». Проговорил я. «Ладно. Будет тебе пентхаус». Ответил он. «Океошки. Тогда мы поедем». Ответил я. «Сожительство». «Для нашего проживания была выделена роскошная вилла. Все пятеро были здесь. Айда, скажи, ты можешь найти сейчас или в прошлом хотя бы одного с таким глазом?» С этими словами я показал ей свой глаз. «Прости, Борута Кон, но даже когда я смотрю на твой глаз, то мне показывает лишь черное пятно. Поэтому я не могу найти никого, кто бы обладал этим глазом». Ответил Айда. «Ясно. От тебя никакой пользы». Проговорил я. «Ну уж извини». Ответил возмущенно она. «Я вот одного понять не могу. Причаем я здесь?» Поинтересовался Квыке. «А при том, что я влюблена в тебя. А я здесь лишь чтобы в случае чего убить их обоих». Ответил я. «Ясно, опять я чья-то вещь». Проговорил раздраженно он. «Именно. Чтобы доказать, что ты больше, чем просто вещь, тебе нужно стать сильным». Проговорил на обмен Мью. «Давайте не будем устраивать ссоры на пустом месте». Проговорил Асуцуки. Все согласились. Затем я просто стал гонять в приставку. Юмика наслаждалась видом вместе с Эдой. Но Квыке решил глянуть телевизор. От лица Юмика, Юмика-чан, а почему ты влюбилась в Баруто? Поинтересовалась девушка. «Хм, наверное, это можно назвать любовью с первого взгляда. Хотя, наверное, мы с самого рождения были связаны. Просто не осознавали этого». Проговорил Ю. «Я вам так завидую. Вы уже определились для себя, а мне в СЕЖ только предстоит». Ответила Эда. «Я кое-что расскажу тебе о наших с Баруто планах. Но вопрос в том, могу ли я тебе доверять и не выдашь ли ты мои секреты». Проговорил Ю. «А кому я могу рассказать твой секрет? Да и потом ты единственная можешь стать для меня настоящей подругой». Ответила девушка. «Ладно». «Однажды Баруто предложил мне отправиться к звездам. А Асуцуки приходят откуда-то из глубин космоса. Баруто стремится попасть туда. Мы хотим изменить клан Асуцуки». Рассказала Ю. «Неплохие у него амбиции. Хочет покинуть планету. Надеюсь, у вас в С получится. Проговорила она. Я тоже. Тем более и мне, и ему нужно стать куда сильнее. Надеюсь, тренировки помогут». Проговорил Ю. «Внезапно со всеми нами связалась Инна. Итак, Амада, расскажи, как ты создал этих киборгов?» Поинтересовался Наруто. «Ну, создал сильно сказано. Я лишь человек, а создание способностей это божественное деяние. Я лишь пересадил уже имеющиеся способности». Объяснил Амада. «То есть, есть кто-то, кто обладает подобной силой». Проговорил Саски. «Почти верно. Дело в том, что есть только тело». Проговорил Учий. Поясника. Проговорил Баруто. «Очень давно Ишшики каким-то образом нашл и забрал тело Шибы Асуцуки. То существо было столь могущественно, что мгновением руки могло создавать стихийное бедствие». Ответил Амада. «Но не означает ли это, что он есть кто-то лишь более могущественный, кто смог убить подобное чудовище?» Поинтересовался Саски. «Возможно. Но что если Шибаи достиг того уровня развития, что смог отказаться от физического тела и развиваться без него?» Предположил Амада. От лица Баруто. «Эй, мамошики, то, что он говорит, правда?» Поинтересовался я. «Да, но Шибаи на самом деле МРТВ.Ответила Асуцуки. Кто же смог одолеть такое сильное существо?» Поинтересовался я. «Глава». Отрезал Мума. «Насколько же сильен этот глава?» Поинтересовался я. «Поверь он, другие ужасы сильны. Ладно, Ильич. Но глава совсем иной уровень». Ответил он. «Чем же Шибаи так насолил этому главе?» Спросил я. «Это достаточно долгая история, да и подробностей я не знаю». Ответил Мума. «Рассказывай. Я не тороплюсь». Проговорил я. Шибаи был предыдущим главой побочной ветвы клана Асуцуки. По неизвестной причине они с главой очень сильно поссорились. Да так, что Шибаи объявил войну главной ветви. И практически вся побочная ветвь поддержала Шибаи. И честно сказать, преимущество было на их стороне. Однако продолжалось это до того момента, пока в войну не вступил нулевой отряд и глава. Всего за неделю половина сил побочной ветви была уничтожена, а Шибаи погиб. Но и сам глава серьезно пострадал. Поэтому главной ветвью управляла госпожа. «Нам очень повезло преодолеть тот кризис», — рассказал Мамушеке. «А скажи-ка мне, какую должность ты занимал в клане?» Поинтересовался я. Я доставлял информацию Его Величеству. «Если хочешь, я была глазами и ушами главы», — ответил Мамушеке. «Ясно, значит ты занимал довольно неплохую позицию в клане», — проговорил я. «Можно я так сказать?» — ответил он. «Эта сила называется Шиндюцу. Им не нужны печати. А все Ниндюцу и Синдюцу лишь пародии на Шиндюцу. Кстати, Драхмаган, Сукуна Хикана и Дайкакутина ты тоже Шиндюцу», — рассказал Амада. «Ясно, то есть все наши труда — это лишь пародия настоящей силы», — проговорил я. «Не нужно так расстраиваться. В клане Асуцу Кишиндюцу довольно сложные вещи. Многие пользуются более развитой формой ваших Ниндюцу, просто направляя чакру», — проговорил Мамушеке. «Да и это твоя черная молния, это одна из техник рукопашного боя. Спасибо, что веришь в меня». Поблагодарил я. От лица Кода, я шаял под Мному Туннелю и дошл во комнаты. В ней была одна капсула. Я вскрыл ее. В ней покоился человек. Волосы цвета сакуры и черные татуировки по всему телу. «Ну привет, демон-разрубатель». Поприветствовал его я. «Ты кто?» — спросил он. «Кот. Один из внутренних кара?» Ответил я. Вдруг в меня прилетела его атака и ранила меня в плечо. Пришло бить меня. Тогда лучше бы бросил капсулу в лаву вулкана. Толку было бы больше. Проговорил Мон с ухмылкой. Гето. Первый по силе Киборг. Способен использовать два типа атак, разрубающие чакру вместе с плотью и подстраивающиеся под защиту противника. Набор этих атак делает тебя практически непобедимым. Ответил я. «Закончил уже?» «Ботов к смерти?» — спросил он. «Я не сражаться пришел. Я знаю, что ты любишь сражаться с сильными противниками. Я нашла одного такого». Проговорил я. «Если он окажется слабаком, я убью тебя». Проговорил Гето. «Хорошо. Можем прямо сейчас отправиться туда». Предложил я. «Давай не тяни кота за хвост». Ответил Гето. Мы переместились в канаху и я сразу почувствовал чакру Барута. Мы побежали на ней. От лица Барута, но на конец такта-то достаточно сильный, чтобы порадовать меня. Проговорил с довольной улыбкой я. «Что-то случилось?» Поинтересовалась Юмика. «Сюда направляется настоящее чудовище. Пойду встречу его». Проговорил я и потянулся. Затем я вышел на улицу и переместился на площадку подальше от людей. «Выходи уже!» Вдруг в меня прилетела рубящая атака. Однако пустоту она не проделала, хотя и заставила меня слегка сместиться. «Это ты чудовище с такой агрессивной чакрой?» Поинтересовался я. «А ты здесь сильнейший?» Спросился радостный ухмылкой человек. «Да», — ответил я. Тот же набросился на меня с кулаками. Я парировал его выпады, однако у него очень острые рефлексы и навыки. А еще его чакра настолько агрессивная, что если не буду держать концентрацию, то Ринкою поранится. Неплохие движения. Сразу видно закального в боях бойца. «Меня зовут Гето, а тебя?» Поинтересовался он. «Баруто!» Представился я. «Баруто!» «Это имя запомню!» Проговорил он. Затем мы вновь бросились друг на друга. Я применил черную молнию и пробил ему плечо. Однако он регенерировал. Вдруг в меня прилетела атака, но на этот раз она пробила пустоту, однако я уклонился. «Видимо, с тобой шутить не стоит!» Проговорил я, открывая глаз. Вместо ответа он одним ударом отбросил меня на несколько километров назад, пробив множество деревьев. Внезапно он появился надо мной и пытался пнуть меня ногой, однако на этот раз я выдержал и пошел в контратаку. Я воспользовался красной техникой. Однако он даже не собирался уклоняться и просто впитал в себя весь урон, а затем регенерировал. Я же оказался сзади и использовал инверсию. И вновь он регенерировал. Вновь черная молния и его разрубание. В таком темпе мы перенеслись в деревню, однако битвы не прекращали. Вдруг он тнул меня со всей силы и я оказался впечатан в небоскорб. Я прокатился назад. И тупо пробил потолок наверх. Но на крыше уже стоял он и выпустил огромное количество пламени в упор, однако я защитился пустотой. Вновь он напал со спины, однако я просто схватил его руку и оторвал с помощью черной молнии. Затем впечатал в пол так, что мы провалились к подножию. Внезапно он выставил руку вперед и из нее вырвался поток пламени, который разрушил воезд здания. Однако на мне не осталось даже царапинки. Техника опустошения – пурпурный. Проговорил я. Из моей руки вылетела пурпурная сфера, однако он уклонился. Мы вновь продолжили сражение. На этот раз его атаки значительно усилились как по площади, так и по силе. Теперь за один удар он срубал один небоскорб. Нам было плевать на жертвы. В этот момент мы оба отдались этому пьянейшему чувству наслаждения. «Слышь, а ты вообще не похож на других Шиноби?» Проговорил Гетто. «А ты когда-нибудь считал раздавленных муравьев?» Поинтересовался я, активируя карму. Время остановилось и я буквально вырвал его сердце. Но он даже без него смог влегко продолжить сражение. Теперь вместе с его разрубает в деревне летали гигантские рассингны и алые сферы. И вновь рукопашный бой. На этот раз я тупо выдернул обе его руки и прописал удар ногой в челюсть. Но он и бровью не понял и продолжил сражаться с его большим энтузиазмом. Пару кварталов мы уже превратили в руины, а потому я просто взял его и кинул как можно дальше еще предела деревни. Там и продолжилась наша драка. И вновь мы уничтожали ВС. Это нельзя назвать битвой. Мы слились в едином, бесконечном танце смерти. Звуки ударов и схождения техник превратились в мелодию на балу. Мы не желали прекращения такого веселья. Возможно это первый раз, когда мы ощущаем подобное наслаждение. Баруто, отныне и навечно, ты мой самый лучший друг. Проговорил он с горящими глазами. Не могу не согласиться. Ответил я. Через три дня жесточной битвы у нас у обоих кончилась чакра. Мы оба лежали на земле. Слышь дружище, какие девушки тебе нравятся? Поинтересовался Гето. Ты серьезно? Сейчас спрашивать фетиши? Спросил с усмешкой я. А почему нет? Я увидел тебя в битве и в ней прочитал, что ты за человек. Осталось только понять, стоило ли оно того? Ответил Гето. Хм, ну тогда мне нравятся девушки с милым личиком, красивой фигурой. Ответил я. Тогда почему ты избрал ту девушку из клана Асуцуки? Поинтересовался он. Хоть пока выполнен только один пункт, но она еще молода. К годам шестнадцати вымахает вписанную красавицу. Ответил я. В ответ на это у него из глаз приступи слезы. Это чего? Поинтересовался я. Я наконец встретил родственную душу. Ты не представляешь, как я сейчас счастлив. Ты словно лучик солнца в кромешной тьме. Проговорил Гето. Затем он подожжет на меня руку и вылил на меня немного своей крови. Внезапно раны начали затягиваться. Спасибочки. Проговорил я. Да ни за что. Мы ж теперь друзья. Ответил он. Внезапно со мной связался Шакамару. Что у вас там произошло? Я только-только смог с вами связаться. Проговорил он. Шакамару, я нашел еще одного союзника. Точка ответил я. Еще один. Ответил Шакамару. Да ладно тебе. Проговорил я. Мы стали возвращаться домой. Комментарий к сожительству. На этой ноте и закончится первая арка. Энд-квоут. Воссоединение. Энд-квоут. Следующая арка. Энд-квоут. Сердце мира. Энд-квоут. На Луну. Братья, вы и вправду уходите? Поинтересовалась Хима. Да. С кодом вы как-нибудь и без меня разбертесь. Плюс ко всему здесь и да, Деймон и Кавакисатсум и Саски. Думаю вы как-нибудь справитесь. Поэтому оставаться у меня просто смысла нет. Объяснил я. И ты никак не можешь взять меня с собой? Поинтересовалась сестра. Взять-то могу. Вот только мы очень скоро вновь расстанемся, ведь ты слишком слаба, чтобы пойти со мной. Но если ты готова бросить в эс и посвятить свою жизнь моим целям, то ты можешь отправиться со мной. Предложил я. Тут Хима задумалась. Химоваря, найди то, ради чего ты желаешь сражаться. Стой настолько сильный, насколько сможешь. А кода я оставляю тебе в качестве экзамена. Убежь его и отправляйся к Томире. Он скажет, где меня искать. Объяснил я. Я не такая талантливая, как ты. Как я могу победить такого противника, как кот? Проговорила с грустью она. В моей комнате есть много свитков с самыми разными техниками. Учись по ним и тогда станешь сильный. Но не скучай. С этими словами все четверо вошли в портал. Мы оказались на луне. Внезапно сзади появилась трое Ацуцуки. Ну, я пойду. Удачи, Барута. Если понадобится помощь, то ты всегда можешь обратиться к нам. С этими словами Саски ушел. Барута, я искренне рад нашей встрече. Вижу, ты нашел действительно сильных друзей. Проговорил один из них. Прошу прощения, но Томире это ты? Спросил я. ВС верно. Томире Ацуцуки. Представляет он. А кто кто рядом с вами? Поинтересовался я. Для начала давайте пройдем во дворец. Там я ВС расскажу. Ответил мужчина и мы пошли. Через пару минут мы были во дворце. Честно говоря, дворцом это было трудно назвать. Скорее резиденция. Внутри мы уселись на стол и начали разговаривать. Барута, не представишь друзей. Проговорил Томире. А да. Это Ямика, а это Гето. Представил их я. Приятно с вами познакомиться. Ответил Томире. Меня одного смущает, что ты говорил только об одном Ацуцуке, а здесь их три. Проговорил Гето. За свою жизнь я множество раз уходил с Луны и путешествовал по звездному пространству. В разных уголках я повстречал двух персон, что захотели отдалиться от всех забот и просто жить счастливо. Перед собой вы их сейчас увидите. Ответил мужчина. Томире нам ВС рассказал, но я до сих пор до конца не могу поверить, что у человека есть подобная сила. Не мог бы ты показать свой глаз? Проговорила девушка с плой улыбкой. Я освободил глаз от бинтовой повязки. Затем я активировал джолгом. Сама Ацуцуке выглядела так. Пара бьякуганов в глазах, пара рогов направленных вперд. Одета она была в белые одежды. Чем-то она походила на Кагую. Спасибо, что довелся мне. Я правда ценю это. Меня зовут Рицука. Впредь можете так меня и называть. Представилась девушка. Скажи-ка, Барута, способен ли твой глаз видеть сквозь пространство? Поинтересовался мужчина. Однажды я попал в другое измерение и благодаря этому глазу смог найти путь обратно. И по пути, я видел своих друзей. Но больше этой способности не проявлялось. Ответил я. Ясно. Но во всяком случае, твоим образованием займ цитонерии, но если захочешь получить достойные уроки фехтования, то милости просим. Проговорил он. Прошу прощения, но как мне вас называть? Поинтересовался я. Казисточка представился он. Приятно познакомиться. Ответил я. Чтож, теперь когда вы все познакомились, я объясню вам, как будут проходить ваши тренировки. Проясним одно но. За все годы, что мы будем вас тренировать, вам запрещено видеться друг с другом. Теперь, каждый из нас будет тренировать вас по очереди. Учитель будет сменяться каждый месяц. Так вы сможете перенять как можно больше нашего опыта. Точка проговорил Танири. Мы не против. Ответили мы разом. Затем каждый Асуцуки забрал своего ученика. Только я и Танири остались. Мы продолжили разговаривать. Барута, скажи, а как там твоя мать? Спросил Асуцуки. А вам зачем? Поинтересовался я. Да так, я ведь когда-то любил ей. Ответил он. Ну, отца часто не бывает дома. Хима, наверное, будет упорно тренироваться. Но, наверное, через пару утра и куле-то ныдет с поста Хакаги и вернся к маме. А сейчас она домохозяйка. Рассказал я. Ясно. Господи, бедная Химата. Проговорил он. Наруто был не лучшим отцом, да и я не лучший сын. Но мне не о чем сожалеть. Я желаю изменить клан Асуцуки и ради этого придется чем-то жертвовать. Проговорил я. И я здесь, чтобы помочь тебе в этом. Так что давай начнем тренировки. Проговорил Танири и мы перешли на тренировочную площадку. Барута ты уже овладел на достаточном уровне базовым принципом. Однако я вижу, что при использовании пурпурной техники, твой глаз начинает сильно болеть. Знаешь почему? Спросил он. Нет, наставник. Ответил я. Общая сила джиолога зависит от его частоты. Чем чище глаз, тем он сильнее. Так как ты ни разу не очищал свой глаз, то и не должен был овладеть базовым принципом бесконечности. Сейчас мы будем очищать глаз и попытаемся пробудить второй джиолога. Проговорил Танири. А разве у меня ни одно дадюцу? Удивленно воскликнул я. Поначалу у всех он один, но потом обязательно пробуждается второй. Исключением нет. Объяснил он. Ясно. Тогда начнем. Проговорил я. Четыре года спустя. Вот мне истукнуло шестнадцать. По какой-то причине второй джиологан у меня так и не пробудился. Хотя, может еще время не пришло. Я обучался не только техникам глаза. С Танири я осваивал свои силы Ацуцуки. С Арицука я учился самоконтролю и культуре клана. Так как мой партнер это Ацуцуки, то я должен был знать каким образом мне правильно показать свою любовь к Мико. С Казисум я обучался техникам меча и тренировал собственное тело, рефлексы, тактику и многие другие вещи, связанные с войной. Честно признаться, я очень привязался ко всему учителям. Но пришел момент окончания обучения. Все начали собираться в поместье Танири. Первыми пришли Казис и Гетто. Здоров, Гетто. Поприветствовал я друга. Давно не виделись, братан. Радостно проговорил он. Мы сели за стол. Смотрю ты стала настоящим монстром. Проговорил я. Да и ты не хуже. Смотрю новая повязка на глазу. Проговорил Гетто. И вправду. На одно из моих дней рождения Танири подарил мне новую повязку на глаз. А где твоя любимая? Опаздывает. Проговорил Гетто. Женщинам свойственно опаздывать. Проговорил женский голос. Я вмиг его узнал. Даже спустя столько лет я в ЭСЕЩ могу его узнать. Я обернулся к источнику звука. Это была она. Юмика. Она выросла в действительно прекрасную женщину. Не только ей тело изменилось, но и держаться она стала по-другому. Ты определенно изменилась, Юмика. Проговорил я с улыбкой. Вы тоже стали сильнее. Проговорила она. Вот все и в сборе. Начнем мы. Проговорил Танири. Затем на столе появились разные блюда. Все сели за стол. Скажи, Барута, как ты планируешь изменить Калану Ацуцуки? Начал Танири. Для начала стоит создать свой клан. Я найду сильных личностей и захвачу множество планет. Когда у меня будет достаточно сил, я объявлю войну клана Ацуцуки и убью лидера клана, а затем подчиню главную и побочную ветвь, а затем перестрою клан под мовидение. Рассказал я. Есть другой способ. Он будет более правильным. Каждый раз, когда клан Ацуцуки ожидает перемену рождаются шесть обладателей Джолгана. И только один из них станет королем. Они встречаются и обсуждают вопросы назначения нового главы. Проводится так называемая жеребовка. На самом деле это полномасштабная война. И кто победит в этой войне, тот имеет право набросить вызов главе клана и нулевому отряду в любое время. Если ты победишь и нулевой отряд, и короля, то имеешь право стать новым главой клана. Рассказал Томири. Ты знаешь, когда начнутся встречи? Поинтересовался я. Нет. Четверо из шести обладателей должны заявить о начале встречи и о месте его привидений. Ответил Ацуцуки. Ясно, то есть у нас есть время. Проговорил я. Да. Пожалуй, у вас есть три или четыре года. Ответил Казис. Куда нам теперь отправиться? Поинтересовался я. Чтобы противостоять Ацуцуке, вам нужно оружие. Поэтому советую отправиться на планету Кузнецов. Посоветовал Казис. Лучше всего направиться на развалины древних цивилизаций. Там хранятся древние знания, которые помогут вам стать сильнее. Проговорил Томири. Пока нам рано идти к руинам. Для начала нужно получить оружие. Проговорил я. Оставим эти разговоры на завтра. Сегодня ваш выпускной. Так что можете повеселиться. Зря мы что ли вы с это готовили. Проговорил Рицука. Я оглядел стол. Здесь были различные блюда. Но вдруг я заметил на столе большую бутылку саки. Нам же еще нет восемнадцати. Проговорил я. Это была его идея. С этими словами Рицука указала на Казиса. Слушай, от них зависят будущие кланы Ацуцуки. Пусть уж лучше я их научу пить, чем сами в каком-нибудь кабаке нажрутся. Ответил Казис. Рицука, в данной ситуации я больше доверяю ему. Поддержал Томире. Ура! Дашь пьянку? Воскликнул Гето. Вот у меня единственный возник вопрос, откуда у вас продукты? Поинтересовалась Юмика. Мы на землю сгоняли и набрали. Ответил Рицука. Отлично. Давайте уже приступим к трапезе. Проговорил я и накинулся на курочку в панировке. Гетто налетел на краба, а Юмика настиг из мраморной говядины. Через пару часов мы уже вес съели и выпили. Вдруг Юмика позвала меня с собой. Я покорно повиновался. Я не заметил, как мы дошли до Утса, с которого было видно землю целиком. Барута, мы действительно давно не виделись. Ты возмужал, да и я стала взрослее. Мне лишь хочется знать. Но Аня не успела договорить, как я обнял ей и поцеловал в губы. Вместе с этим я распространил карму и появился рок. Флешбэд, что? Ты хочешь знать, как в клане Асуцуки показывают свою любовь? Проговорила удивленная Рицука. Да. Ответил решительно я. Значит ты действительно влюблен в мою ученицу. Но слушай, если партнеры хотят показать, как сильно они друг друга любят, то после поцелуя или в момент поцелуя они касаются друг друга рогами. Это что-то среднее между поцелуем и физической близостью у людей. Свадьба, кстати, проходит похожим образом. Но об этом расскажу как-нибудь в другой раз. Ответила женщина. Во время поцелуя я коснулся своим рогами. Почему-то в сердце возникло очень теплое чувство, будто мы стали ближе друг к другу. Такое ощущение, что наши сердца едины. Но через пару минут такого поцелуя воздух закончился. Я рада, что наши чувства взаимны. Проговорила, улыбаясь она. Я тоже очень рад. Ответил я, поглаживая ей по голове. Ее волосы необычно сияли-сияли, отражая свет земли. Я обнял ее вместе, мы гуляли и общались друг с другом. И вот наступило утро. Казис открыл портал и мы отправились на планету кузнецов. Комментарий к на луну. Встреча с Емамото. На улице лил дождь. По улице шли трое фигур в плащах. Трое подошли к лавке кузнеца. Над дверью была вывеска с гербом в виде троглазого льва. Они вошли внутрь. Здравствуйте. Чего желаете? Проговорила женский голос. Не знаете ли вы никого кадела? Поинтересовался я. Дед, тут кто-то тебя зовут. Проговорила женщина. По виду ей было не больше двадцати. Кого там принесло? Не дают старику успокоенной жизни. Проговорил выходящий старик. Он был одет в белую робу, а в руках держал трость. Я снял капюшон. Так же поступили и мои товарищи. Время отдать дань переменам. Проговорил я. От этих слов старик слегка удивился. Внученька, сходи и завари нам чаю. А лавку я сам закрою. Проговорил старик и закрыл лавку на ключ. Проходите. Мы прошли в гостиную. Здесь было два дивана, а между ними столик. Мы все сели на диван. Затем девушка принесла чай. Спасибо. Поблагодарили старик. Ну что ж детишки, представьтесь. Барута. Представился я. Гето. Представился он. Юмика. Представилась девушка. Итак. В этом мире пароль для моей благосклонности знают только двое. С этими словами старик стукнул тростью об пол и в воздухе появилось колоссальное давление чакры. От кого вы узнали этот пароль? Мы от Томири. Мы пришли с миром. Тяжело ответил я. В ответ на это старик разразился смехом. Значит тот молит спаси. Ну и хорошо. Я хочу знать, зачем вы пришли. Проговорил он. От наставника мы узнали, что вы можете создать нам достойное оружие. Ответил я. Теперь этот пацан называет себя наставником. Смешно. Ну да, чай рт с ним. Во-первых, почему я должен создавать для вас оружие? Спросил он. Что вы хотите? Поинтересовался я. Это будет небольшая проверка. Вы за три дня должны достать материалы для вашего меча. Выбирайте с умом. Ведь от материала будет зависеть, станете ли вы сильнее или останетесь слабаками. И сразу говорю, в городе искать бесполезно. Лишь в зачарованных землях вы найдете достойные материалы. Объяснил он. Можно еще один вопрос. Как вас зовут? Поинтересовался я. Ямамата. Зовете просто Ямамата. Представился он. После этого мы удалились. Я уже знал, что такое зачарованные земли. Это место самых жестоких сражений прошлого. След энергии до сих пор остался. Чакра наслаивается в минерали и переделывает их в очень ценные минералы. Однако звери тоже поддаются мутациям и становятся очень опасными. Звери и минералы делятся на пять классов. C, B, A, S. Чем выше класс, тем ценнее минералы сильнее монстр. И вот мы стоим перед порталом в Огненную долину. Мы вошли в портал и оказались в лесу. Данные территории делятся на три региона. Внешний, средний, внутренний. Чем ближе к внутреннему, тем дороже материал. Я здесь был не только ради ресурсов. Я хотел подзаработать денежат. Какой план? Поинтересовалась Юмика. Давайте пока будем прорываться поближе к центру. А там разберемся. Ответил я. На пути нам встречались разные животные. Однако мы всех убивали даже особо не прикладывая усилий. Сейчас мы гуляли, попутно собирая ресурсы. Здесь ресурсы максимум C-класса. Через пару часов мы подошли к границе. Здесь мы и встретили первых людей. Они решили напасть на меня, однако только один из них подошел, как его разрубило напополам. Чего? А я-то думал, что на других планетах люди сильнее. А оказалось, что и тут одни слабаки. Проговорил Гето. И вправду. Они даже по-нормальному технике не могут использовать. Это странно. Подумал я. Гето, заканчи здесь, пожалуйста. Оха. Ответил он. Через минут 15 он убил всех. С их трупов мы сняли несколько пространственных колец. В них не было практически ничего полезного, кроме оборудования для добычи металла. Всю нашу добычу мы сложили в кольца и отправились дальше. В среднем регионе стало немного посложнее. Самым опасным монстром здесь считалась Виверна. Монстра класса будет трудновато победить. Хотя, мы вполне справлялись. Хотя пару раз мне пришлось вмешаться, однако я применял только Росинган и Чадарира и Кири. Ни на глаз, ни на карму я особо не полагался. И того, что у нас есть, рога ледяной Виверны, а ядро ледяной Виверны, а плюс чешуя Виверны, в плюс, ветвь Святого Баньяна, в ледяная Кровь, а ветвь Железного Дерева, а... Конечно, здесь людей было больше и они были намного сильнее, но противостоять нам ВС равно не могли. И вот мы вошли во внутренний регион. Сразу же на нас напала чудовище С-класса, Феникс. Взмахом крыльев он стоял и в нас пламенем, однако я уклонялся и в случае необходимости использовал Чадари для защиты от огня. Лето пытался разрубить Феникса, однако его атаки оказывали очень малый эффект, а вот черные лучи Эмик очень помогали. Видимо Феникс их очень боялся-боился, раз уклонялся от каждого. Внезапно сзади него появились черные штыри, которые полетели в него. В этот момент я подумал, когда это ты научилась, дорогая? Ну и от этого Феникс уклонился, однако я поменял себя с одним из стержней и приготовился напасть. Но вы спросите у меня, каким образом я могу использовать технику Ренигана? ВС просто, Джоанган это первоначально дадьются. Все пошли от него. Поэтому некоторые способности Ренигана мне доступны, вроде клонов с объединенными чувствами, аминута Джекараид. Я решил использовать элемент воды. Скорее всего он ненадолго ослабнет. Сложив печати, я выпустил водяной потоп. Однако Феникс тупо испарил всю воду. Но тут Юмико оказалась над его головой и ударила ногой по голове. Но тот быстро регенерировал. Вдруг в его крыле оказались два штыря. Однако распад не начался. Меня это слегка удивило. Чтож, на этот раз позволю ей вести танец. Затем они поменялись местами и я применил черную молнию. А тем временем Юмико проткнуло Феникса сзади и он упал на землю. Затем она воткнула по всей его шее чакры примники. Неплохо любимые танцуют. Проговорил Гетто. Слушай, надо ему тоже девушку найти. Проговорил Юмико. И без тебя справлюсь. Проговорил яростно он. Ну ладно вам. Давайте добычу собирать. Проговорил я. Слеза Феникса, а плюс, перо Феникса, эс. Вдруг мы услышали лишь одного монстра. Это оказалось королевой Виверн, эс. Мы вновь начали сражаться. Однако на этот раз было куда легче. Ведь противник не обладал регенерацией. Поэтому атаки Гетто действовали на ура. Мы с Юмико на этот раз были на подхвате. Атаковал монстр огненными шарами и потоком пламени. Однако каждый раз, когда один из нас оказывался в затруднительном положении, я менялся местами и оставил барьер гравитации. Но бой быстро подошел к концу и мы собрали добычу. Металлическая кость огня, эс, ядро королевы Виверн, эс, чешуя королевы Виверн, эс. После боя мы решили начать добывать металлы для наших мечей. Неподалеку была пещера. Туда же мы и отправились. Хорошо хоть внутри никого не было. Мы решили отдохнуть. Я смог раздобыть несколько поленьев и развести костр. Все сели вокруг него. Мы и сами не заметили, как наступила ночь. Юмика положила свою голову на мое плечо. Я же начал ее гладить. Блин, я не могу. Как скажем мило вы друг с другом смотритесь. Проговорил Гетто. Спасибо. Ответил я. Так какие металлы нам нужны? Поинтересовалась Юмика. Самые лучшие варианты это Адам Антиев, Мифрил и Орихалк. Старик сможет выковать наши мечи, используя эти металлы. Но не забывайте, для мечей лишь нужна рукоятка, гарда и лицуба и ножны. И для них тоже понадобятся достаточно дорогие материалы. Проговорил я. Давайте решать проблему по мере их поступления. Раз мы под землей, то начнем с металлов. Проговорил Гетто. Оха. Давайте вниз. Проговорил я. Из подручных материалов я смастерил факел, и мы начали спускаться в пещеру. Через три часа мы оказались в довольно большом помещении. Потолок искрился от различных руд. Это была руда Илуниума. Он светился в темноте. И это был хороший знак. Ведь Илуниум чаще всего встречается вместе с Мифрилом. Пройдя дальше, я заметил странную руду с необычным следом чакры. Сама руда была красно-желтого оттенка. Нашли. С этими словами я вдарил в руду рассинганом. Однако она осталась невредимой. Но вывалилась из стены. Ищите красно-желтую руду и ударьте по ней какой-нибудь техникой. Но не слишком сильной. Проговорил я. Все повиновались. Да и я продолжил поиск. К утру мы раздобыли несколько килограмм руды, однако я понимал, что металла получится три килограмма максимум. После сбора мы вернулись к кострищу и вновь развели костер. Однако я с этот раз мы улеглись спать. Однако один из нас стоял на дежурстве. Первым был Гетто. Затем я, а после Мика. Так мы отдохнули полдня. А после обеда отправились в путь. Сейчас мы искали дерево для рукояти и ножен. На это мы тоже потратили полдня. И вот мы стояли перед высоким древом Игдарасиль. Нам хватит даже небольшой ветви для рукояти и ножен. Однако когда я потянулся за ветвью, на меня прыгнула белка. Давненько ко мне не заходили люди. Как мне вас величать? Поинтересовался грызун. Эй, Барута, мне не мерещится. С нами только что заговорила белка. Спросил удивлено Гетто. У меня есть имя. Меня зовут Рототуск. Ответил он. И что же нужно тебе от нас? Поинтересовался я. А вам что нужно от моего древа? Поинтересовался грызун. Нам нужна одна из его ветвей для своих нужд. Ответил я. И для каких таких нужд вам нужна, пожалуй, самая прочная древа? Спросил Рототуск. Нам нужна ветвь, как компонент для создания оружия. Ответила Юмика. Опять война. Ничего вы любите другого делать не умеете, кроме как разрушать. Проговорил разочарованно грызун. Может и так, но на войне решается судьба. И чтобы мы могли попытаться решить собственную, нам нужное достойное оружие. Проговорил я. Хм, интересное интерпретирование всеразрушающей катастрофы. Хотя в чем-то ты прав, юноша. Ответил Рототуск. Так-то дашь нам ветвь. Поинтересовался Гетто. Я хоть и добрый, но за просто так дорогой материал не отдам. Что вы можете предложить взайме? Поинтересовался грызун. Что тебе нужно? Поинтересовался я. Мне нужна лишь маленькая услуга. На стволе дерева образовались несколько паразитов. А ваша подруга, судя по всему, обладает силой, что разрушает материю на атомном уровне. Мне нужно, чтобы вы убили этих паразитов. Объяснил он. Что-то я не наблюдаю на дереве никаких паразитов. Ответил я. А ты и вправду думаешь, что это на самом деле Игдрасиль? Поддразнил Рототуск. Я не понимаю. А чь-эм ты? Разве это не древо Игдрасиль? Поинтересовался я. Нет. Вернее не совсем. Это лишь один из отростков ветвей. Отростки ветвей тянутся по всей Вселенной. По ним путешествовали древние. Ответил пушистый друг. Тогда Идм. Нет смысла затягивать. Ответил я. Хорошо. Возьмите за ветки. Дал указание и он. Мы повиновались. И внезапно оказались в кроне гигантского дерева. Я изумился этому. Я понимаю ваше удивление. С этими словами он запрыгнул мне на плечо. Не против. Пожалуйста. Ответил я. Затем мы начали свой путь по древу. Кстати, мне тут стало любопытно. Откуда ты столько знаешь о древе? Поинтересовался Гетто. Сколько себя помню, всю жизнь ухаживал за древом. Ответил Рототуск. А сколько тебе лет? Поинтересовалась Юмика. Не знаю. Может миллионы, сотни миллионов, миллиарды. Я перестал считать, когда мне стукнуло первые тысячи лет. Ответил он. Наверное скучно здесь было. Предположил я. Хм, не совсем. Я могу наблюдать за любым миром в любой момент. Я и за вашей родиной наблюдал, одноглазый господин. Проговорил Рототуск. Если ты говоришь правду, то должен знать, что я не одноглазый. Проговорил я. А чьи м вы? Я учитливо видел, что вы лишились глаза. Разве не за этим вы носили бинты и сейчас повязку? Поинтересовался Рототуск. Можно я так сказать? Ответил я. Что? Нет, нет. Я слышал ложь в ваших словах. Мне бы хотелось узнать подробности. Проговорил недоверчиво Рототуск. Слушай, а что тебе даст осознание правды? Поинтересовался я. Ну знаешь, мне очень-очень интересно узнать, что ты скрываешь, что даже с силой Игдрасили я не могу увидеть. Ответил Рототуск. Я расскажу, если ты захочешь стать моим союзником, а пока мы только деловые партнеры. Ответил я. Тогда я буду не прочь стать твоим союзником. Ответил Грозун. Об этом поговорим после задания. Ответил я и мы дошли до места скопления этих паразитов. Ну, милая, действуй. Проговорил я. Оха. С этими словами она воткнула в паразитов несколько черных штырей и они расстались в прах. Превосходно, госпожа Мика. Проговорил Рототуск. Ну что? Теперь-то мы можем получить наши ветви. Поинтересовался я. Да, конечно. Берите, что нужно. Ответил он. Затем я взял кусок древа, причаем такой неплохой кусок. Но на обратном пути я вдруг заметил центр древа. В самом центре стоял алтарь. Рототуск, скажи, а что это за алтарь? Поинтересовался я. А чмв, господин Барута? Спросил удивлено он. Стоп, то есть ты не видишь тот алтарь? Поинтересовался я, указывая на постройку. Прости, но я здесь уже многие годы, но не видел ни одного алтаря. На том месте лишь стоит печать создателей. Ответил грызун. Да как же? Я вижу его. Проговорил я. Сюда. Прошептал неизвестный женский голос. Что? Проговорил удивлено я. Барута, что-то не так? Проговорил обеспокоенный Мика. Как? Вы не слышите? Спросил удивлено я. Что не слышим? Спросил Гетто. Голос. Он идёт от того алтаря. Ответил я. Эй, братан, я тоже ничего не вижу. Поддержал Гетто. Я же уже ничего не слышал. Я шаял к этому алтарю, словно в трансе. Кровь. Кровь короля. Дай. Дай кровь короля. Говорил голос. Я уголок палец и копнул кровью на алтарь. Внезапно глаза сильно заболели. Я начал видеть изображение. Я сидел на горе трупов. Это были трупы Ацуцуки. На меня бежала орда воинов и пыталась нанести мне удар, однако я мгновением руки убил их. А затем я переместился домой, на землю. Вернее рядом с землей и внезапно она взорвалась. В голову начали врезаться бесчисленные голоса. Многие из которых я узнавал, Сарада, Мицуки, Отец, Саски и многие другие. И вновь я переместился в другое место. Вот только теперь я стоял перед неким Ацуцуки. И в его глазах сияли джуаганы. Он харкал кровью, но вдруг я подал ему руку. И внезапно я очнулся. Это нехорошо. Проговорил Рототуск. Как долго я был без сознания. Поинтересовался я. Всего секунду. Ответила Юмика. Что ты там увидел? Поинтересовался хранитель древа. Отрывочное изображение, жестокое бойня, уничтожение земли и некий Ацуцуки, которому я подал руку. Ответил я. Плохо уже то, что ты каким-то образом активировал печать. Проговорил он. Неужели это так опасно? Поинтересовался я. Не знаю. Но древние говорили мне, цитирую, ни при каких обстоятельствах не прикасайся к печати. А потом другой добавил, если кто-то активирует эту печать, то непременно наблюдаю по мере сил помогаю ему. Рассказал Рототуск. Ясно, значит добро пожаловать в команду. Проговорил я. Я и сам рад этому. ВС равно скучно наблюдать и не принимать участие. Проговорил Рототуск. Затем я поднялся на ноги и мы вернулись к месту, откуда пришли. Кстати, а разве тебе не нужно ухаживать за древом? Поинтересовался я, когда мы перенеслись обратно в Огненную долину. Не волнуйся, я оставил свое воплощение. Он знает, что делает. Ответил мой друг. Он сидел на моем правом плече. Кстати, я тут хотел спросить, раз ты присоединился к команде, то должен приносить пользу. Расскажи, что ты умеешь? Поинтересовался Гетто. Хм, ну во-первых, я могу даже не находясь в измерении древа, наблюдать за разными мирами, хотя есть исключения. Во-вторых, я могу помочь вам найти другие отростки ветвей мирового древа и через них вы сможете перемещаться с планеты на планету в мгновение ока. В-третьих, я знаю очень много древних языков. А вот какую пользу приносишь команде ты? Поинтересовался Грозун. Я простая рубака. Это не так плохо. Хотя я вроде как неплох в медицине. Ответил Гетто. А женщину от Суцуки? В чаем ей роль? Поинтересовался Рототуск. Я готовлю для всех еду. Ответила девушка. Ясно. Ну чтож, куда дальше? Поинтересовался он. Нам нужно найти ишь металл для наших мечей. Нужен орехалк и одемонтель. Точка, ответил я. Ясно. Чтож, тогда путь точка проговорил Грозун и мы отправились на поиски. Завершение похода. Рототуск сказал нам, что неподальку есть пещера с одемонтитом. Особенность данного материала в том, что он появляется не в качестве роды, а сразу цельным куском. Хотя и встречается он крайне редко. Плюсом ко всему он еще разделяется на пробы и возраст. Но особо на технические свойства металла это не меняет. Мы спустились и добыли его. Здесь его было крайне мало. Всего килограмм. Хотя, этого и хватит на мечей, но хотелось найти побольше. И оставался последний ингредиент орехалк. Вот здесь и возникла проблема. На этой земле никогда не было орехалка. Хоть его и можно купить в городе, но он будет стоить очень дорого. Но делать нечего. Кажется предсадать всю добычу из-за металл. И вот мы с грустными минами и пустым кошельком стояли у порова кузнечной лавки. Мы не стали больше тянуть и вошли. А я-то уж подумал, что вы сдались. Молодцы. Хвалю. Проговорил я мама-то. Старик, мы вас сделали. Теперь выкушли для нас оружие. Поинтересовался я. Да. Вы прошли мою проверку. Кстати, а кто это с тобой? Поинтересовался кузнец. Это мой компаньон. Его зовут Рототуск. Представил друга я. Рад с вами познакомиться. Проговорил он. В нашем мире довольно редко встречаются фамильяры, способные разговаривать. Тебе повезло. Проговорил старик и поманил нас за собой. Мы повиновались. Оказалось, что под лавкой было здоровое подземелье. Мы спускались достаточно долго. И вот дошли до тмного помещения. Тут было темно, хоть глаз выколи. Вдруг старик стукнул своей тростью об пол и вокруг загорелись огни. Это и была настоящая кузня. В центре стояла доменная печь. Вокруг не, на полу, были начерчены различные руны. Затем старик снял свыхали и стукнул тростью по земле. Она развелась и не появился меч в ножнах. «Давайте сюда материалы, детишки!» Проговорил он. Мы отдали материалы и он положил их в печь. ВС его тело было в шрамах, однако физическая форма была в порядке. Он обнажил свой меч. «Сожги моего врага, Аджишир Тадзуги!» Проговорил он и меч вспыхнул пламенем. Руны на полу засветились, а старика окутала ярко-красная аура. Затем он взмахнул мечом и печь разожглась. Затем он взял молот и начал работать. От каждого удара расходилась волна энергии. Через пару часов он закончил. «Дайте рукоять!» Проговорил старик. Мы вручили ему ветвь. Он быстро сделал рукоятки и собрал длину с мечи. Однако они были абсолютно одинаковыми и я не чувствовал в мечах силы. Вообще никакой. «Прошу прощения, но что это значит?» Поинтересовался я. «А чм ты? Как вы и просили, я выковал для вас мечи!» Ответил старик. «Да, но точно такой же я мог пойти и купить хоть на окраине города. Я надеялся на мощные артефакты!» Ответил я. «Но тут он треснул меня по бошке!» «За что?» Проговорил я, потирая ушибленное место. «А ты что думал?» «Я тебе выкаю тебе сразу оружие, способное мгновением руки убить Бога. Это безымянный меч. И чтобы он стал по-настоящему сильным, вы должны день за днём вливать в него чакру, опыт сражения и собственную волю. Тогда и только тогда меч станет по-настоящему сильным оружием!» Ответил старик. «Ясно, значит, нам остаться только становиться сильнее!» Ответил Гето. «Да. Делайте, что хотите. Но и к старику не забывайте заходить!» Проговорил я Мамата. «Хорошо, спасибо. До свидания!» С этими словами мы поклонились и ушли. Теперь дорога нам на Ниндейм, планета-руин древнейшей цивилизации. По словам Рататаска, на ней тоже были отростки ветвей. Однако несмотря на все сокровища, что та и латая планета, она не была особенно популярной. Причиной этому служили очень опасные ловушки и механические чудовища, что населяли тот мир. Они были не слабее монстров из класса, а то и сильнее. Однако меня это не особо волновало, ведь меня интересовали секреты той цивилизации. Но для начала было бы неплохо открыть портал на Ниндейм. Над этим сейчас и работала команда. Рататаск тоже помогал. Он владел неким Шендюцу. Он назвал его Авым. Но когда я спросил, что это такое, он натрез отказался дополнять информацию по этому поводу. Однако это действительно помогло и мы прошли в портал. Мы очутились посреди разрушенного города. «Лорд Барута, я совсем забыл об одной незначительной и незначительной формальности. И там не менее нам стоит и соблюсти». Проговорил Рататаск. «Излагай». Ответил я. «Обычно ваш вид заключает с фамильярами равноценный пакт. Нам тоже следует его заключить». Ответил Грозун. «Что для этого требуется и что это да?» Поинтересовался я. «Мы сможем разговаривать в мыслях. Также вы в какой-то степени получите мои силы. Ну а я взамен получу часть ваших сил. А заключить его совсем просто. Нужна какая-нибудь памятная вещь друг о друге. Чтобы вы посмотрели на ней и вспомнили, а это же мой хороший друг Рататаск». Ответил мой пушистый друг. «Ясно, тогда держи». С этими словами я кинул ему кольцо с моего пальца. Его я купил еще на земле. «Благодарю». С этими словами он кинул мне небольшую подвеску, на которой был его клык. Он стал носить кольцо на своей лапе, а я надел на шею его подарок. После этого мой левый глаз пронзила резкая боль, а через секунду прошла. Затем я захотела смотреть окрестности и вдруг я начал видеть ВС сверху. Вон там вдалеке храм, вот мы. Но через пару секунд я вернулся к нормальному зрению. Не нужно так спешить. «Я осваивал эту способность десятилетиями», — проговорил хранитель древа. «Ясно. Не будем отвлекаться». «Идм», — проговорил я. «Мы пошли как раз к тому храму. Я считал, что для того, чтобы понять народ, нужно узнать, кому они поклоняются. Благо пока никаких ловушек не встретили. А вот при входе в храм, в нас полетели несколько сотен отравленных дротиков, однако я защитил нас барьером гравитации. «Ловушка слишком слабая», — проговорил я. «Но и это не сокровищница», — проговорил грызун. «Мы прошли дальше. Здесь была статуя неизвестной богини. В руках она держала меч. На спине были массивные крыльи. Волосы были короткими. О, Ари, так это был твой мир. Как же жаль, что сейчас я не могу с тобой поговорить», — проговорил Рототуск. «Ты знаешь я?» — спросил удивленный я. Ари, полубогиня и последовательница Нахаша. Судя по всему, именно она владела данным миром. Ответил грызун. «Как думаешь, где она сейчас?» — поинтересовался я. «Из последователей и создателей, никого нет в живых. Может они попытались сохранить осколки своих душ в объектах, но физических телах и тем более с полной силой, вы их не встретите». Ответил Рототуск. «Ясно. Ксти, мне было бы интересно узнать об их жизни. Можешь рассказывать по дороге». Попросил я. С превеликим удовольствием. Всего полубогов 15. Они были первыми и последними учениками создателей. Именно они создали кланы, что сейчас управляют Вселенной. Однако многие из кланов деградировали и исчезли навсегда. Осталось лишь семь, а Асуцуки, Зенот, Рейн, Вритра, Шинрай, Ленс. В каждом клане воплощаются идеалы полубога, что его создал. «Если не ошибаюсь, клана Асуцуки олицетворяет идеал постоянного развития и жажды, знаний». Рассказывал Грызун. «Эй, Баруто, я что-то нашла. Прогавлорт Лэммика. Мы подбежали на сцену и увидели в полу отверстие. Хм, это похоже на замочную скважину. Ищите ключ. Это что-то в духе металлического цилиндра с вырезанными полостями. Я не стал тянуть кота за хвост и активировал Джолган. Благо ключ был здесь. Я достал его и вставил в отверстие. Затем под полом сработал какой-то механизм и открылся проход. Я взял ключ и мы начали спускаться по спиральной лестнице. «Лорд Баруто, вы так и не рассказали, что скрываете под вашей повязкой». Проговорил Рототуск. «Об этом лучше говорить вместе, где точно не будет слежки». «Но намекну. Я не одноглазый, а под повязкой у меня довольно редкий глазик». Ответил я. «Хорошо, тогда, когда вновь попадают в измерение Гдрасилии, там и расскажете». Ответил Грозун. А тем временем мы спустились вниз. Мы попали в подземный город. На вратах были старые записи. А вам освещает разум. Как я прочитал? ВС просто. Джолган способен читать древние надписи. «Я это понял ещь, когда мы с Танерей изучали древние языки. Да. Она любила так говорить. Можно сказать, что это и был идеал. Проговорил пушистый друг. И все-таки, я хочу знать, что такое аван». Проговорил я. «Баруто, думаешь, если бы я не заботился о тебе, я бы не рассказал? Сейчас просто слишком рано это изучать. Как только ты станешь достаточно сильным, я поделюсь своими секретами». Ответил хранитель древа. «Ладно. Как хочешь». Ответил я. Мы вошли в город. В его центре стояла башня, с вершины которой лился свет, освещающий весь город. Мы начали идти к той башне. Может там будут какие-то ответы. Однако нам решили мешать механические рыцари. Ростом они были под 3 метра. В руках у каждого был щит и меч. Также у них была очень прочная броня. Хотя я сразу поняла, что слабое место — это глаз. Хотя до него ешь нужно добраться. А пока наши друзья сражаются, давайте перенесемся обратно на землю. Вы же помните задание, что Баруто дал своей сестре. За 2 года я стала определенно сильнее. Однако мне этого было недостаточно. Поэтому на год я отправилась в путешествие по руинам храмов Хагарема. Мне нужно было освоить чакру Ни Янь. И у меня действительно получилось. В бою я использовала покров Ни Янь. В моем арсенале было множество техник, да и чакры у меня было не меньше, чем отца. Вернее сказать, я использовала в своей теле источнике Ни Янь. И вот я вернулась. Я уже чатко осознала, мне нужен ученик. Охотник, что сможет доставать для меня информацию. И у меня появилась такая возможность. Отец еще давно предложил мне провести урок в Академии Ниндзя. Там я и выберу безумцев, что захотят последовать за мной. Сегодня вашим учителем станет. Проговорил Шин Син Си, однако я его. Тише, Шина. Для начала каждый из вас ответит мне на 3 вопроса. От ответов зависит ваш талант, как воинов. Объяснила Ю. Также, если вы меня заинтересуете, то я норовляюсь в нужных местах бюрократической системы и вас сразу сделают чунинами, однако вы станете моими учениками и работать будете исключительно на меня. Вам ВС понятно? Да. Ответили дети. Шина, ты свободен. Проговорил Ю. Итак, первый вопрос. Как думаете, чего боится любое живое существо? Спросила я. Только отвечаем по поднятой руке. Мне неохота слушать Голдж. Посыпались разные ответы, но вполне разумно для их возраста, потерять близкого человека, смерти, отвергнутой любви. Но один пацан и девчонка ответили по-другому. Любой боится того, чего не понимает. Ответил пацан. Все боятся отдать жизнь за просто так. Ответила девчонка. Второй вопрос. Представьте, что ваши друзья начинают биться друг с другом. Причина не важна. Кому вы поможете? Поинтересовалась я. И тут были тоже разные ответы. Не стану помогать никому, постараюсь найти компромисс, помогу тому, с кем я проведу больше времени. И снова отличились те двое. Тому, кто меня обеспечивал. Ответил пацан. Тому, кто побеждает. Ответила девчонка. Последний вопрос. Ради чего вы хотите стать Шиноби? Спросила я. И здесь разные ответы. Стать Хакаги, защищать деревню, доказать, что я не слабак и другие ответы. И снова эти дали отличились. Если я стану Шиноби, то у меня появятся деньги и я смогу кушать любые вкусности. Плюс, красивые женщины тянутся к успешным мужчинам. Ответил пацан. Если я стану Шиноби, то смогу безнаказанно убивать бандитов и мне и слова плохого не скажет. Ответила девчонка. Яша радость отхлебнула из банки энергетика. Вы двое, имена. Попросила я, указывая на отличившихся. Хан. Представился пацан. Лилия. Представилась девчонка. Вы двое, молодцы. Ответы на Петрычку. Остальные на Трэчку-Четврычку. Ответила Ю. А можно спросить, по каким критериям вы оценивали? Поинтересовывался какой-то парень. Хороший вопрос. Вы знаете, кого боятся Ацуцуки? Спросила я. Ну и кого могут бояться эти ходячие катастрофы? Спросил он. У тех, у кого мозги в бошке на бекрень. А Ацуцуки не могут понять, что творится в их голове, а потому начинают бояться. Наши ребята как раз такие. Таких как они дней с одним не сыщешь. Хотя, мой брат был как раз из таких. Вот поэтому они станут моими личными учениками. Но не переживайте, я и вас сделаю чуть сильнее. Проговорил Ю. Меня зовут Химоври Узумуки. Мое хобби – пить энергетики после тяжелого дня, играть в азартные игры и, конечно, убивать своих врагов. Я очень люблю, когда меня называют наставницей, так что и вы начинаете. Хорошо, наставница. Ответили дети. За день я научила их нескольким техникам, а затем я, Хану и Лили пошли в кабинет Хакаги. Что? Ты хочешь стать их наставником и желаешь, чтобы они стали чуниными? Переспросил отец. Да. Я только недавно осознала, что мне нужны помощники. Ответила Ю. А ты сможешь о них позаботиться. Да и ты после победы над Кодом планируешь идти? Проговорил отец. Да. Я заберу их с собой. У них есть потенциал стать одними из сильнейших. Я намерена воспитать те потенциалы. Ответила Ю. Ну, я не против. Но учти, если с ними что-то случится, то это полностью твоя ответственность. Предупредил отец. Я понимаю. А теперь нам можно идти. Проговорила Ю. Да. Все остальные документы я составлю сам. Ответил отец. Затем мы ушли на тренировочную площадку. Скажу сразу. Мне нужны верные гончаи, что сцепятся в горло моему врагу и загрызут до смерти. Мне нужны верные питомцы. Поэтому с этого момента на все мои требования отвечайте да. Другого ответа не потерплю. Проговорила, проговорила я. У меня вопрос. Вы на занятиях спросили, чего боятся Ацуцуки. Вы что, готовите нас к войне против них? Поинтересовался Хан. Да. И эту войну ведь брат и его команда. Мы же с вами присоединимся чуть позже. Ответила Ю. Вы ждать какого-то конкретного случая или спонтранно захотите покинуть Землю? Поинтересовалась Лилия. Нам нужно устранить лишь одну помеху и мы сможем отправиться на Луну для дальнейших тренировок в Томире. Рассказала Ю. Разделиться. Мы продвигались в Эсс глубже в город. Но чем дальше, тем больше рыцарей. Да и самые монстры становились сильнее. Один из них опрокинул колонну. Юмика попыталась перелететь ей, но тут же начался огонь из нескольких винтовок. Стрелками выступали механические рыцари, стоящие в зданиях. Ребят, встретимся через пару кварталов. Если что, встретимся рядом с башней. Проговорил я. Хорошо. Не задерживайся там. Проговорила Юмика. Ага. С этими словами я начал нападать на рыцарей. Однако проблему создавала их броня. Приходилось в Эсс время целиться в слабые места противника. Хотя Рата Тоск помогал устанавливать на их слабые места взрывчатку. Только благодаря нему я ищ не скопытился. В бою я использовал меч. Однако большого эффекта это не оказывало. Пройдя ищ в Перд, меня встретила целая армия рыцарей. Я уже приготовился к бою, как вдруг появился неизвестный и разум уничтожил всех. Ты в порядке? Спросил он. Это было Асуцуки. Волосы черные, как смоль на кончиках были белыми. Рога были от того же цвета, что и у мамошеки завивались спиралью. На вид он был не старше меня. Одет юноша в черно-кожаную пальто с гербом Асуцуки на спине. Под пальто была белая и черная туника и того же цвета штаны с ботинками. Однако внутри пальто было красным. Да и снаружи на НМ были белые полосы. ДВС нормально. Но позвольте спросить, зачем могущественно Маасуцуки спасать низшее существо? Поинтересовался я. Знаешь, я сторонник прогрессивных взглядов. Ответил парень. И что это означает? Спросил я. Я не считаю другие расы отсталыми и то, что они лишь корм для эволюции. Ответил он. Баруто. Представился я, протягивая ему руку. Бьякуя. Представился он, пожимая мою руку. Мы продолжили путь вместе. Расскажи что ли о себе? И кто это на плече сидит? Спросил Бьякуя. Ну, я родился на планете, о которой вы возможно слышали. На родине я стал одним из сильнейших и решил уйти в большой мир. А сюда прошел, чтобы узнать секреты древней цивилизации. Ну а это мой фамильяр. Его зовут Рототуск. Проговорил я. Ну, я рассказал о себе. Теперь расскажи ты о себе. Я родился в богатой и самодостаточной семье. Я ни в чаем не нуждался. Но есть для меня кое-что дороже любого сокровища. Догадаешься что? Спросил он с ехидной ухмылкой. Хм, возможно признание или возможность доказать, что ты всего добился сам? Предположил я. В ответ он улыбнулся. Верно. Похоже, что ты понимаешь меня куда лучше, чем я представлял. Проговорил он. Ну, можно сказать, что мы не такие уж и разные. Я тоже родился в семье влиятельного и занятого человека. Для меня было важно доказать ему, что мы с сестрой тоже существуем. А потом, я повзрослел и понял, что в моих попытках изначально не было смысла. Собственно поэтому я и покинул родину. Рассказал я. Хм, весь тебе. А я до сих пор повзрослеть не могу. Точка ответила Асуцуки. Знаешь, это даже хорошо, в каком-то смысле. Я повзрослел, потому что выбора не было, а у тебя еще ВС впереди. Проговорил с доброй улыбкой я. Ха-ха. Говоришь так, словно ты старик. А самому-то небось и двадцати нет. Ответил Бьякуя, приобнимая меня за плечо. Да. Что-то я уже забылся. У нас еще вся жизнь впереди. Давай проведем ее так, как считаем нужным и не станем стариками, что вечно ворчат. Радостно заявил я. Веруа. Прокричал радостно Бьякуя. Вдруг мы встретили несколько роботов и начали на них нападать. Не знаю почему, но с этим Асуцуки я чувствую себя более свободно и счастливо. Но в бою он максимально сосредоточен. И вновь затишье. А ты очень неплохо сражаешься, для одноглазого. Проговорил он. Ну, мне даже с одним глазом удобнее. А ты тоже неплох. Сражаешься очень сносно. Проговорил я. Сколько себя помню, ВС время тренировался. Ну, я параллельно наблюдал за твоими движениями. Ты явно что-то скрываешь. Проговорил он. Могу сказать о тебе то же самое. Ты явно держишься не как обычный сын дворянина. Да и этот талант. Но я же не спрашиваю тебя об этом, вот и ты не спрашивай. Если я буду достаточно тебе доверять, то расскажу. Ответил я. Господин Барута, я чувствую где-то неподальку от роста к ветвям Гдрасили. Проговорил Рототоск у меня в мыслях. Я тебя понял. Скоро активируем. Ответил я. Мы вновь продолжили путь, однако дорогу нам преградил 15-метровый рыцарь. Однако щита у него не было. Только здоровый меч. Мы вновь начали сражаться. Взмахом меча это чудовище отбросило Меге. Однако я быстро поднялся и вновь начал атаковать, а вот Бьякуй был в ударе. Он сдержал удар и атаковал противника своим мечом. Однако его атаки практически не имели смысла. На теле противника оставались только царапины. Я появился сзади противника и полетел на него щедаре, однако это тоже не особо помогло. Зараза. Сильный однако. Проговорил Бьякуя. Вот к ним меч в одну из царапин. Дальше дело за мной. Проговорил я. Понял тебя. Начин-му. Ответил парень и мы напали на него. Бьякуя действовала согласно моей тактике. Он воткнул в противника к тану, а я со всей силы пнул ее внутрь противника. Таким образом от него откололась часть брони на шее. Вдруг из его глаза вылетел луч из чакры, который серьезно ранил меня и отбросил назад. Неожиданно для меня Бьякуя на это очень разозлился. Он набросился на рыцаря и использовал голубую сферу. На мгновение я заметил в его глазу Джолган. Хотя это больше походило на первое проявление. Но Танири говорил, что обладатели Джолганов Чива-6. Как такое возможно? Эти мысли вертелись у меня в голове. Однако Бьякуя уже одолел противника. Баруто, ты в порядке? Спросил обеспокоенно он. Ничего. Жить буду. Хотя не стану врать. Приложил он меня крепко. Ответил я, вставая из земли. Давай передохну. Торопиться некуда. Проговорила Асуцуки. Ладно. Давай разобьем лагерь. Согласился Ю. Мы развели костер сели отдыхать. Слушай, а расскажи про своего отца. Попросил Бьякуя. Хм, но он довольно сильный. Однако горделивым его назвать нельзя. Мама рассказывала, что у него было трудное детство и он рос без родителей. Наверное поэтому он не знает, как нужно вести себя с семьей. А еще он до жути глупый и весь из себя правильный. Он старается защитить всех и вся. Но нельзя спасти всех. Ингода приходится чем-то жертвовать. Проговорил я. Ты сейчас говоришь прямо как мой старик в лучшие годы. Он не такой уж и ужасный, как его представляют. И я понимаю, что ВС, что он делал до этого направленную на нашу безопасность, но иногда это так раздражает. Я всю жизнь тренируюсь. Да и я не унаследовал полные гены своей матери и уж тем более я не думаю, что когда-нибудь превзойду отца, но можно хоть иногда делать вид, что я существую. Ты представь, даже члены нулевого отряда признают мою волю. А старик ВС твердит, ты не готов, ты ишь слишком юн, чтобы принимать. Принимать подобные решения, когда станешь достаточно сильным, тогда и будешь иметь своё мнение, и так далее. И самое главное, что мать тоже на его стороне. Хотя, она менее категорична. Ну а сестра? Что сестра? Она не от мира с его. Ей наши разборки, что звук пустой. Хотя я ей очень дрожу. Поэтому, собственно говоря, и бунтую, чтобы весь гнев родителей падал на мои плечи, а на сестру им сил не хватало. И где бы она ни была, она всегда найден путь обратно. Рассказал Бьякуя. Слушай, Бьякуя, хочешь я буду на твоей стороне? Поинтересовался я. Хм, ты а ч а м? Спросил удивлено он. По твоим словам, никто из твоей семьи не желает быть на твоей стороне. Вот я и предложил свою кандидатуру. Тебе ведь наверняка одиноко. Поверь, я понимаю. Предложил я. Барута, спасибо. Я трону. Честно говоря, я ищ никогда никому так не раскрывался. Не знаю почему, но я тебе доверяю, больше чем себе. Проговорил Асуцуки. Для меня твоей доверие многое значит. Если захочешь обратиться ко мне за советом, только спроси. Проговорил я. Спасибо. Но чтобы связываться нам понадобятся особые артефакты. С этими словами он подал мне голубой шар. Принцип работы прост. Сливаешь чакры и думаешь о том, с кем хочешь поговорить. Он ответит, при условии, что у него тоже есть шар. Спасибо. Поблагодарили ее. Барута, а кроме матери и отца, у тебя были близкие люди? Спросил он. Хм, пожалуй, да. У меня есть младшая сестра. Наверняка она ищет по моим стопам. Хотя, может она и не так добра к другим, как я. Конечно, у меня были друзья, однако они оказались слабаками и я их оставил на земле. Ответил я. Ясненько. Я смотрю, ты очень категоричен к слабакам. Проговорил Бьякуя. Знаешь, в этом мире слабакам живцы тяжелее всех. И уж лучше и они знают свой предел и не пытаются поставить в эс на кон, чем отдадут свою жизнь зазря. Ответил я. Поэтому ты всех бросил? Спросил Асуцуки. Да. Ответил я. А как ты узнал, что взвозное пространство опасно? С чего ты так решил? Поинтересовался он. Однажды в мой родной дом заявился Асуцуки из побочной ветви. Он едва не уничтожил мой мир. Однако я уничтожил его. Ответил я. А с чего ты решил, что я не из побочной ветви? Спросил Бьякуя. Есть несколько причин. Первое. Твои рога сильно отличаются и, как я понял, ваши рога являются показателем ветви и не только. Второе. Ты до сих пор меня не убил. Ответил я. Верно. И я тебе благодарен. Кстати, кого ты убил? Поинтересовался Асуцуки. Ишики Асуцуки. Ответил я. Что? Это тот жалкий плебей, который побирался рядом с Шибаем? Да уж. Ну и жалкий житипчик. Проговорил Бьякуя. Ну уж извини. Какой был? Ответил я. Радует уже то, что ты убила Асуцуки из побочной ветви. Этого мне за глаза хватит. Ответил я. А из-за чего произошел раскол главной и побочной ветви? Поинтересовался я. Мать рассказывала, что это произошло из-за какой-то ссоры между Шибаем и лидером. Ответил Бьякуя. Ясно. Ладненько, я отдохнул. Продолжим путь. Предложил я. Оха. Согласился он. Мы отправились прямиком к башне. Конечно было трудновато, но через несколько часов мы прибыли в пункт назначения. Ребят еще не было. Мы приблизились к двери здания. Барута, по ту сторону, есть ветвь. Проговорил Рототаск. Я понял. Сейчас активируем. Проговорил я. Да уж, ну и здоровая же дверь. Мы ее хоть потянем. Проговорил он. Ну что за варвары. Уберите свои грязные руки. Проговорил Рототаск и прикоснулся к двери. Она засияла золотым цветом. Ари, ты никогда не умела создавать достойный шифр. Хотя с тобой было довольно приятно общаться. Проговорил грызун. Барута, ты знаешь, а чаем, говорит эта белка. Поинтересовался Бьякуя. Ари, богиня этой планеты. А Рототаск каким-то образом связан с ней. Ответил я. Ну откуда у тебя есть такой необычный питомец? Спросил Асуцуки. Секрет. Ответил я. Ну и пожалуйста. Тем временем Рототаск открыл дверь и мы вошли. На стенах были разные письмена. Я мог их читать, однако их было настолько много, что я не стал этого делать. Внезапно дверь сзади захлопнулась. Не к добру это. Прокомментировал грызун. Мы начали идти дальше. Через пару минут мы вошли в какой-то зал. Он напоминал амфитеатр, в центре которого стоял большой шар. Из него сочилась вода, однако от этой конструкции веяло очень огромным количеством чакры. Какая странная энергия. Я даже дома подобных реликвий не видел. Проговорил Зумлин Обьякуя. Да уж. Ну и странное дело происходит. С этими словами я подошел к пьедесталу. Но стоило мне спуститься и подойти к источнику чуть ближе, как на меня начало действовать давление чакры настолько сильное, что я не выдержал и упал. Глаз болел так, словно сейчас взорваться. Я чувствовал, словно каждую кость в моем теле сломали. Однако я продолжил ползти к источнику. И чем ближе приближался, тем сильнее была боль. Однако когда я лг в воду, то на душе стало куда спокойней. Боль мигом прошла. В сидячем положении я уснул. Я был во тьме. Не знаю сколько времени прошло, но ничего не остаться, кроме как идти прямо. Внезапно передо мной появилась фигура. У него были пепельные волосы, а на спине в сложенном состоянии были алые крылья. На поясе висел меч. А на голове были черные рога, подобные короне. Одет он был в красно-пурпурную мантию. Неважно какой была жизнь, главное какой конец. Что ты думаешь насчет этих слов? Поинтересовался мужчина. Честно говоря, таешь хрень. Если рассуждать в этом направлении, то жизнь вообще не имеет смысла. Ответил я. Вот я о том же. Глупость, сказанная мудрецом, все равно остаться глупостью. Ответил мужчина. Простите, но вы кто? Поинтересовался я. Такая милая мелочь, как моим имя тебе все равно ничего тебе не даст. Но если захочешь обо мне что-то узнать, то отправься на Эльдерим. Проговорил он. В голосе мужчины учитливо слышала сила, власть и величие. Надеюсь вскоре мы встретимся. Проговорил я. Послушай, шутки со временем опасная штука. Но тем не менее я готов сыграть в игру судьбы. И надеюсь, что ты тоже к нам присоединишься, Барута. А теперь мне нужно уходить, пока этот идиот ничего не заметил. Ответил мужчина и исчез. Затем я открыл глаза и увидел, как Беку и тряст меня. Эй! Да проснись уже! Проговорил он. Что произошло? Поинтересовался я. Ты заснул прямо в этой воде. Ты будто начал поглощать эту воду. Благодаря этому мы смогли пройти к тебе. Ответил Аасуцуки. Что могу сказать, эта вода на самом деле концентрированная чакра и лишь что-то вроде того. Ответил я. В смысле? Поинтересовался Бекуи. Я до сих пор не уверен, что это такое. Ответил я. Постойте, господа. Я знаю, что это такое. Поверить не могу, что здесь есть источник чистейшего эфира. Вот так свезло. Проговорил Рототуск. Ачаэм ты? Удивленно спросил Аасуцуки. Госпожа Ария использовала путь в ума, однако это лишь путь развития эфира. Можно сказать, это прокачанные версии ваших шендюцу. Ответил Грозун. Так вот, Ачаэм ты говорил, когда мы только пришли. Воскликнул удивленно я. Да. Ну честно говоря, я думал, что ты будешь обучаться контролю эфира намного позже, но так уж и быть расскажу. Во-первых, эфир это не чакра. И ваши методы контроля здесь не помогут. Эфир это энергия самого мироздания. Поэтому овладев им вы сможете в некоторой степени контролировать мир. Однако это зависит от пути или путей, которым вы предрасположены. Всего существует 9 путей, овум, пространство, виртуум, душа, хронум, время, орден, гравитация, селенум, судьба, актиум, закон, инсия, пустота, экамия, удача. Чтобы начать контролировать эфир, нужно сформировать эфирное ядро. Но есть очень большой шанс, что ваше тело просто развалится на куски. Хотя вы двое исключения. Один Ацуцуки, а другой смог выдержать давление источника, так что вам нужно только сформировать ядро. Объяснил Рототоск. Ну, в клане я что-то подобное слышал. Но эти знания в основном доступны высшим слоям. Прокомментировал он. И да, я забыл уточнить маленькую деталь. Чем лучше вы понимаете свой путь, тем сильнее и быстрее вы развиваетесь. Дополнил пушистый друг. Интересно, об этом отец мне ни разу не рассказывал. «Ответил Бьякуя. Я предлагаю остаться здесь и изучить надписи на стенах. Может мы что-то узнаем?» Предложил я. «Ну давай попробуем». Согласился мой друг. Я начал внимательно вчитываться в тексты на стенах. Ну а Бьякуя сидел под источником, пытаясь пробудить эфир. Я не помню точную дату, когда я родилась на свет. Однако открыв глаза, я увидела три старших братьев. Затем пришли они высшие существа. Один из них предложил мне стать ученицей. Я, недолго думая, согласилась. Так и началась моя жизнь. Его звали Реддин. Он многому меня научил, но как оказалось, в эс, что я выучила, высшие существа используют неосознаваемые этого. Поэтому я и решила создать ОВОН. До этого уже было создано два пути эфира. В тот день, когда я создала эту концепцию, я покинула родной мир высших существ и просто скиталась от галактики к галактике. Все живые существа звали меня богиней и поклонялись. Я создала свой клан и обосновалась в этом мире. И кто бы ты ни был, знай, я оставила в источнике все свои знания об ОВОМе. Учись, если желаешь. Но не дай моему учению кануть в небытие. И помни, ОВОМ освещает разум. Это послание было написано на двери. На стенах в основном были руны поддержки этого места и ничего более. Я вернулся в комнату. Бьекуа сидел рядом с источником и о чем-то думал. Ты чего такой задумчивый? Поинтересовался я. Столько всего произошло. Вот и перевариваю информацию. Ответил он. Я сел рядом и тоже начал смотреть на источник. Затем я подошел к нему и влил в него немного чакры. От этого он слегка заискрился и в комнате стало посветлее. Здесь так спокойно. Словно сейчас я вновь дома и могу ни о чем не беспокоиться. Проговорил я. Оха. На душе я вправду очень спокойно. Как будто не существует ни одной проблемы. Может в этом и кроется счастье. Предположил он. Слушай, ты ведь хотел узнать, что я скрываю. Я готов поделиться. Проговорил я. Ова. С чего такая доверчивость? Спросил Асуцуки. Ты еще ни разу не воспользовался возможностью убить меня. Хотя мог это сделать. Ответил я. Тогда расскажи, что ты прячешь под повязкой. Поинтересовался он. Хорошо, но не здесь. Рататуск, веди. Попросил я. Слушаюсь и повинуюсь. Проговорил грызун и пошли за ним. Мы вошли в другой зал. Здесь было большое дерево. От него веяло мощная энергия. Мы прикоснулись к нему и переместились в древо. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Спросил Бьякуя. Сейчас мы в измерении древа Игдрасиль. Только здесь я могу рассказать тебе тайну. С этими словами я снял повязку. В правом глазу горел Джолган. На его лице отразилось удивление и страх. Но затем они сменились грустью. Так вот оно что. Баруто, ты хочешь убить моего отца? Спросил он. Я видел, как он сдерживает слезы. И я понимаю, почему у него такая реакция. Стоп, а кто твой отец? Поинтересовался я. Король Асуцуки, серия Асуцуки. Ответил Бьякуя. Я был в шоке. В эс это время я общался с принцем сильнейшего клана во вселенной. И он правду доверял мне, а я ему. Нет. Моя цель изменить клана Асуцуки. Чтобы вы не поглощали планеты ради силы. Чтобы клан уважали не как завоевателей и разрушителей, а как милостливых богов, что будут править этим миром, ответил решительно я. В глазах моего друга промелькнул свет надежды. Я не знал почему. Но видимо у него есть какой-то план. Что ж, поступим так. Я тоже желаю изменить клан. Я знаю, кем мы были. И я уверен, что мы сможем вернуть те времена, когда клан Асуцуки был великим. Проговорила Асуцуки. На мам лице отразилась улыбка. Тогда как ты поступишь? Поинтересовался я. Хм, сейчас я потрачу время на поиски сестры и стану сильнее. Если на нашей стороне будет еще и сестра, то шансы на победу сильно возрастут. А ты пока, создай клан и получи достаточно сильное влияние. Чтобы противостоять другим обладателям Джолгана тебе понадобится много сил. И на войну с кланом не меньше. Тем более нельзя забывать о побочной ветви. Объяснил он. Хорошо. Тогда, если найдешь похожий отростки и гдрасиль, то сообщи мне. Попросил я. Хорошо. Тогда же мне следует вернуться во дворец. И да, держи, точка, согласился он, кинув мне жетон. Что это? Поинтересовался я. Это знак моего расположения. С ним ты сможешь в любое время перейти ко мне во дворец. Но лучше действовать по моему плану. Проговорил Бьякуя. Хорошо, точка, ответил я. После этого мы вышли из башни и Бьякуя телепортировался. Затем пришли мои друзья. Милый. Радостно накинулась Юмика. Она обняла меня. Я тоже был рад. Затем я показал им башню и мы начали тренироваться с эфиром.